И если вы не против, я запущу вот тут его. Итак, начинаем мы с того, что мы обсудим тему impact investing. Если вы никто не против, давайте, может быть, мы повторим изначальный аргумент Игоря Рябенко. Он сделал, на мой взгляд, потрясающий совершенно пост, в котором вообще в принципе затронул тему impact investing и того, что это, зачем это, как impact investing делается, что инвестируется для того, чтобы заработать денег, что инвестируется для того, чтобы поменять мир в лучшую сторону, и где границы, и как можно и заработать денег, и поменять мир в лучшую сторону. И возник некий очень интересный, креативный диссонанс. Вот, с вашего позволения, давайте начнем с Игоря. Да, добрый день, вечер, ночь. Я на этот пост меня натолкнул комментарий к моим предыдущим постам про инвестирование, когда многие там начали говорить, что вот вам о венчурном волкамп сам, вам бы об этом бабло рубить, и вам там все вообще пофигу, что творится. И вот не то, чтобы там делать проекты, которые там оленьки озеленяете и болото освежать. Ну, на что сказать, что смотрите, ребята, просто есть разные ипостаси в мире. И термин «импакт инвестмент» стал модным последние лет 10-15, а мне приходилось с ним плотненько работать уже лет 20 назад, потому что есть очень интересная группа в России, которая очень много писала и делала, и продолжает делать на эту тему. Я с ним очень плотно сотрудничал, поэтому у меня сложилось некое свое представление о том, что это такое и какие там «ту-ду» и «ду-но-ду». Я считаю, что вообще нету сейчас четких определений и разграничений, я поэтому, наверное, не готов там рассматривать чьи-то термины, у меня в голове есть какое-то понимание. И для меня это понимание разделяет следующим образом. Когда венчурное инвестирование, я имею в виду, это инвестирование в рисковый проект с целью того, чтобы его отмасштабировать, сделать большим и извлечь прибыль. Нужно ли, думаю ли я при этом, чтобы мир сделать лучше? Ну, не могу не думать, потому что, в принципе, когда работаешь, хочется там сеять разумное, доброе, личное. Но является ли, что является первичным? Конечно, придется. Поэтому здесь скорее включаются ограничители, чего не делать. То есть не делать деструктивных вещей, не инвестировать в вещи или в проекты, которые кому-то там делают плохо, угрожают чему-нибудь здоровью, еще чего-нибудь, дай бог. Поэтому, говорю, как еще, когда я занимался еще до инвестирования, а там занимался бизнесом просто обычным, что там эти наркотики, оружие, проституция в сферу интересов не входят. И сколько раз мне не говорили, что там торговать оружием, допустим, очень выгодно. И это не входило и не входит в этот круг интересов. Теперь, когда говорят, что просто надо делать вот сейчас класс, импакт инвестмент, надо стремиться делать. Смотрите, я абсолютно признаю наличие класса. И когда, допустим, я делаю инвестирование, я делаю этот импакт с моей точки зрения. Не с точки зрения какой-то группы интересов, которая мне может быть близка или чужда, там может быть разная. Проходят разные социальные процессы. Вот я сейчас наблюдаю за какими-то процессами, которые там с вашей стороны, там океанов происходят. Есть какие-то, которые здесь происходят. Я не могу сказать, что они мне все близки. Но каждая группа, которая пинает свои взгляды, они считают, что любой проект, который в их пользу, это импакт с их точки зрения. А с моей точки зрения может быть нет. Поэтому, еще раз, когда я инвестирую, я забочусь. Мне очень приятно делать проекты, которые делают полезные вещи, но я этим не ограничиваюсь. То есть, если я знаю, что я инвестирую в какое-нибудь социальное приложение, я считаю, что оно прикольное, людям от него неплохо вроде бы. Но сказать, что оно в корне меня это лежит, нет. Если мы делаем эти какие-то вещи, которые связаны с обучением, медициной и так далее, я считаю, что да. Вот здесь мы делаем инвестирую. Если мы делаем эти вещи, которые меняют ландшафт финтеха, да, здесь мы делаем инвестирую. А если делаешь какой-то там, не знаю, проект по доставке или, не знаю, какую-нибудь игру, не Игорь Витальевич, без обид, да, в которой потом там детей за уши не оторвешь и взрослых тоже. Ну, тут такой вот импорт под вопросом. Но поскольку это тренд, этим занимаются, и с этого делаются деньги, на этом огромный инвестирую. Но Игорь Витальевич сейчас как-то очень сильно смягчил свое выступление, потому что в этом самом твоем посту… Саша, можешь бить меня прямо по всем словам, которые я говорил, я за них отвечаю. Нет, бить я тебя не буду, просто ты как-то в своем посту написал, что импорт – это вообще благотворительность, а благотворительностью мы не занимаемся, мы занимаемся инвестициями. Нет, я так не писал, я так не считаю. Андрей, давай так, ну вообще, это мне приписали, я нигде этого не написал, извините. А, ну, может быть, кто-то в комментариях себе… Нет, смотри, смотри, стоп. Благотворительность – это помощь тем, у кого нет денег. Примеры импакта. Допустим, в советское время поворот русл рек – импакт. Понимаешь, вот такие – бам, импакт. Вот это вот импакт, что там эти… Я считаю, что есть офигенное количество. Китай, нас всех поразил импактом. Я в Китай езжу 30 лет, и, блин, я вижу, что там из нищих деревень выросла огромная инфраструктура. Вот это импакт. Никогда я не говорил и не считал, что импакт – это благотворительность. Просто давайте считать, если делается проект для того, чтобы непосредственно на строительстве этой железной дороги сегодня, ты не можешь просчитать, может, она там окупится через 50 лет. Но понятно, когда ты ее создаешь… Вот у меня претензии, допустим, было все… Беру пример этого. Советского Союза. Я в 1982 году заканчивал ВУЗ, и у меня был диплом «Скоростная железная дорога – Москва-Петербург». Ее до сих пор не построили. Вот это импакт. Все, Игорь, давай. Я уже поняла, я думаю, что поняла то, что ты говоришь. На самом деле мы с тобой не сильно отличаемся… Баттл, баттл, давай, мочи меня. Баттл? У меня же должна сначала сказать, что мы не отличаемся, а потом тебе сказать, что отличаемся. Иначе ты же сразу мне не дашь предложение закончить. Поэтому я тебе говорю… Каждая нормальная инвестирующая компания – это импакт. Мы, когда инвестируем как Venture Capital, то мы, конечно, хотим либо… Ну, по крайней мере, мне так представляется… Изменить состояние вещей. И то, что мы называем… Вот раньше был такой базовый disrupt, сейчас базовый декад. Но вот то, что я должна сказать, вот так, находясь в долине достаточно долго, и сказать, что если мы возьмем какие-то декады и одним словом будем употреблять, как-то их обозначивать, вот что эта декада была в области Venture Capital, да, вот когда-то это было, что я там не знаю. Вот все electricity пошли смотреть, потом там computing, потом там cloud computing, потом whatever computing. А сейчас вот из того, что я вижу, назрела реальная ситуация, и я говорю вот до всех вот этих вот событий, которые начали происходить буквально две недели назад, о том, что Venture Capital Management должно быть немножко такое conscientious. И вот это, вот это, это ощутимо. И я понимаю, что когда мы инвестируем в emerging markets, то там, наверное, немножечко другое представление о том, что нужно. Но вот здесь, когда денег так много, что деньги реально… А мне, Саша, кажется, это Леша Андреевич, что надо просто налоги в два раза увеличить. Что венчурные капиталисты, наша задача – зарабатывать деньги. А задача государства – это деньги у нас забирать в виде налогов. Ну, я как все-таки эти… сторона диспута там… Нет, нет. Налоги мы вдаваться сейчас не будем, и то, что делает государство… Это, кстати, очень важный взгляд. Я его не разделяю, но это абсолютно важный взгляд. Почему? Я поняла важный. Но мы сейчас говорим немножечко о другом. Потому что про государство я скажу, когда фонды еще собирали первые, вот эта организация замечательная, и ВИАД, да, Европейский банк реконструкции и развития. Вот они, когда инвестируют в КЛП фонды, у них уже там, я не знаю, 20-30 лет назад была вот эта фраза, что это должно быть environmentally conscious, да. И я помню, когда мы пытались брать у них деньги, это очень длинный бюрократический процесс. И одно дело это для Галыча дело, а с другой стороны, вот это вот все, что сейчас… Почему такая происходит путаница? Потому что в Европе то, что они называют им как, это совершенно не то, что мы понимаем, как то, что мы инвестируем здесь. Саша, а скажи, дай пример. Потому что… Давайте возьмем замечательную компанию Uber, например, да. Но сейчас у них сложности, ну вот до сложности, у них там Elevation, как мы знаем, лучше зашкаливает. А вот мне интересно, кто-нибудь знает, кто был одним из первых инвесторов Uber? Одним из первых инвесторов Uber был маленький фонд, недалеко от меня в Окленде, который занимался инвестициями в underprivileged слои населения. И они инвестировали в Uber, потому что они думали, что это уменьшит количество машин на дороге, что это воздух очистит. Поэтому они вот первую инвестицию делали туда. Оно уменьшило? Вот. А потом что получилось? А потом пришли большие фонды, у которых вот то, что нужно делать скейл, скейл, скейл. И вот эта вот часть о том, о чем первый инвестор думал, она, естественно, ушла в другую сторону. И в результате мы получили Uber, который создал все эти пробки, ухудшил обрушающую среду. В результате ты просто поддерживаешь то, о чем я говорил. Выиграл, что Uber отличается разным целеполаганием. Если ты делаешь импакт, то ты говоришь, окей, я хочу, чтобы здесь был большой лес, и чтобы здесь не было никаких строек. Все, пункт. Все не так. Если ты начинаешь потом продавать кусочек леса под застройку, все, да, закончилось. Да, они закончились, все не так. То, что лес, это совершенно другое. Приведу пример, как приходит компания. Хорошая компания, на самом деле, находится в Атмике. И они придумали, как сделать антималерийное мыло. И вот они тоже хотели получить денег под эту инвестицию. Но это конкретный пример, когда, ну, кто будет это мыло покупать? Наверное, это все-таки на уровне такой благотворительности. То есть это импакт, да? Почему благотворительность? Это прямой импакт. Почему? Ну, он будет не скейлабл. То есть я к чему говорю? Что сейчас вот выкристаллизовывается новый класс инвесторов, которые сначала хотят зарабатывать деньги, а потом они выбирают вот то, что будет скейлабл, но при этом улучшающее. Либо то, как мы живем, вот как доставление там медицины в всякие дальнесельские районы. Это же Digital Health начался миллион лет назад. И начиналось именно с этого, чтобы доктор мог консультировать пациента, который там был где-то. То есть вот это для меня, да, импакт, который может скейлабл, но в то же время это конкретно играет роль. Или если посмотреть на ресурсы, которые надо все меньше, вот допустим, технология вокруг воды. Вот для меня вот вода – это реально вот следующий ресурс, который нужно вот сейчас технологии смотреть, либо как очищать, либо как сохранять, либо… То есть это не благотворительность. Подожди, подожди, вот я тебе могу сказать, смотри, у меня в портфеле там десяток проектов по телемедицине, я ими там и горжусь, я этим занимаюсь давно. Кстати, больших денег я там не заработал. Поэтому я очень много таких инвестиций делаю лично. Просто мне нравится, но я субдиваюсь, что это будет потом уже по опыту. Хорошо, давай возьмем нашего любимого маска, потому что вы все со всех сторон. Ну подожди, давай я уже отвечу про то, что ты говорил, а потом дойдем до маска. Допустим, про воду. Вот я в Израиле видел кучу этих проектов, которые идут. Есть очень красивые, эффективные. Почему, допустим, я в них не инвестирую? Потому что есть проект, там, ставишь куб хоть в лужу с грязной водой, хоть в море, ну, это… И он в те раз выдает абсолютно классную воду абсолютно питьевого качества по весьма доступной цене. А почему я, допустим, не инвестирую туда? Почему? Да потому что основным покупателем у этого является, как у нас устроен мир, государство. То есть, рыночной истории не получается. Они продают, они нормально продают. А я для себя сказал, не только не инвестирую. Я не инвестирую в проекты, которые продают государство. Потому что это не рыночная история. И вот отличная история. Просто классная технология. Пацаны молодцы. Инвестировать туда нельзя, а она не рыночная. То есть, туда можно подвергать… Да, туда можно… Можно… Подвергать… Рычаг государственный. Тут я с Алексеем Андреевым согласна, что пусть вот государство налоги такие нам делает. Пускай вот они подхватывают такие проекты. Нет, он другое сказал. Он сказал увеличить. А я либертарианец. Я считаю, что вообще государство быть не должно в этом плане. Потому что, как ты видишь, государство помогает. Вот сейчас мы видим вот эти последние полгода, где кому как государство помогает. Ну вот, когда государство начинает заниматься инвестициями, мы получаем Солиндру. Потому что Солиндра, как мы хорошо помним, замечательный был стартап, который очень замечательно рос. И все, whatever. Потом они решили, что они собой покроют весь мир панелями. И в результате… Сколько там? 500 миллионов, да, государство им дало. И это было конкретно. Поэтому здесь, я думаю, что нужно, наверное, нам продолжать смотреть на интересные стартапы, которые имеют такие решения. И если там к ним можно потом присоединить там что-то… Но это не наша тема. Пускай я вам приведу другой пример. Вот то, как взорвались эти impossible needs. Ну я, допустим, не веган, не vegetarian, не whatever, но в какой-то момент попробовала. Сказать честно, сначала было даже непонятно, почему возник такой необыкновенный интерес к этому. Но это, наверное, все потому, что кому-то страшно есть это мясо, потому что оно животное происхождение. Но вот это вот конкретный пример из индустрии, когда технология поменяла полностью… То есть оно не отменило существующие мицеедов, но дало вот такую альтернативу, да. Один из фондов, который реально работает на этой сфере, потому что в Калифорнии таких фондов еще очень мало, ну вот DBL Partners, у них недавняя инвестиция была, например, называется компанией Wheels. Я не знаю, видели вы или нет, но уж сколько этих велосипедов, самокатов, уж казалось бы, столько всего. Но вот у них совершенно новый подход у этой компании в том, что там нет педалей, и все части можно взаимозаменять. И еще у них там патент идет на то, как специальные такие шлемы, которые… И это все будет, опять же, sharing, да, в этой sharing economy, вот в этих вот line… меняться lining этих шлемов. Вот. Значит, это вот такой конкретный пример, как по-другому совершенно смотрится. Но здесь я бы… — А где здесь вот импакт? Ну, кто-то придумал новые скутеры чего? — Это не… — Я тебе так любой свой проект из двух сол сейчас вот так разберу, я буду таким импактом. Дело в том, что я хочу провести грань между целью. Если когда я инвестирую… Да, я хочу, чтобы было хорошо, но целью венчера является прибыль. Я, конечно, не хожу там… — Подожди, сначала прибыль, а потом вот мое предсказание, что эта индустрия будет идти в сторону, когда не навредит. — Смотри, допустим, вот медиа. Хуже, чем медиа делает очень это… Ну, редко что представить. Можно инвестировать в медиа? — Для меня медиа и гемблин, наверное, это вот две такие вещи, когда нужно понимать, что это… Это не было бы моим первым priority. А если смотреть… А если смотреть… Подожди… Если смотреть на то, как… Главное сказать, как ты правильно сказал, наверное, ограничить, куда не инвестировать. А есть уже специальные фонды, которые… Вот есть, сказать, противоположность импакта. Будут… Вот есть фонды… Вайске об этом называется, да? Вот у них вообще конкретно написано, «А мы будем инвестировать в табак, гемблинг и еще что-то». Их поддержать… Пока это там какие-то вещи, они там существуют… Давай посмотрим, что случилось… Вот сейчас происходит у нас на глазах с великолепной компанией Robinhood, да? Какой? Ну, Robinhood, да, Robinhood. А, окей. То есть, совершенно конкретная инновационная технология в финтехе. Вот они дали возможность заниматься трейдингом всем. И это не первый раз. До этого там и trade было, и все было. Но вот они сделали так, что вообще все ограничения сняли. И что получилось, что вот эти вот подростки пошли все торговать и несчастные случаи с парнем, который себя убил в возрасте 21-го года, потому что пошел в деривативы. А, как мы знаем, деривативы – это очень все сложно. И вот набрал этих путов, не понимая, что сделал. И потом он не понял, как прочитать стейкмент, который им Robinhood написал. И там показывается, что у него… Минус 700 тысяч долларов. И, конечно, он совершенно сошел. Ну, это очень печальная история. Но она вот показывает сейчас, насколько Robinhood придется менять свой интерфейс, чтобы народ, который пошел, понимает, что это очень легко. Ну, понимает, что это очень легко, потому что тебя затягивает, и так далее, но тихонечко уходит в другую сторону, в гемблин уходит, а не облегчение жизни финта. В общем, здесь это… Я просто говорю, что нужно обратить внимание на то, что куда venture capital идет, и я согласна, во-первых, Игорь, я тут совершенно не сперю. Сначала ты должен вернуть деньги своему инвестору. Это вот все, ты должен их заработать. Но то, куда мы инвестируем, я думаю, что у инвестора должно быть понимание, что мы при этом участвуем в процессе, который нравится нам или не нравится, потом изменит жизнь индустрии и, может быть, даже поколений. Я думаю, здесь каждый инвестор для себя выбирает, что тебе на данном этапе важнее. И я не говорю, что… Слушай, конечно, мы думаем над хорошими, достойными направлениями инвестирования. Мы, естественно, над ними думаем, но когда я инвестирую в него, если оно достойное, оно мне афигически нравится, но я не вижу, как на нем заработать. Извини, я могу. Я тогда у меня шляпу. Я говорю, чтобы в этот проект я дам чек сам. Ну, либо не дам сам, если там непонятно кто. Либо скажешь, хорошо, я проинвестирую сам, потому что мне хочется, чтобы это было. И мы такие проекты делаем все время. Я делаю такие проекты. В конечном итоге у нас есть федюшери длюти по отношению к нашим LP. И вот то, что ты продаешь своим LP, то ты, в принципе, как бы подряжаешься и делаешь. То есть если ты своим LP сказал, что я буду инвестировать во все, что угодно, главное – максимизировать прибыль, ты максимизируешь прибыль. Если ты, с другой стороны, в любой момент можешь сказать, что сейчас я бы хотел, чтобы мы учитывали вот эти вот моменты и делали double button line. Если твои LP говорят, что да, нам эта вообще идея нравится, давайте делать double button line, то ты делаешь double button line. Ну, как бы… Я согласен здесь с Игорем, что если ты видишь проект, который неправильный для тезис фонда, ты можешь проинвестировать его сам, но ты не можешь власть туда деньги LP, которые тебе дали под другой. Ну, правильно, совершенно верно. Поэтому я говорю, что новые фонды будут работать с новыми LP. Если у тебя был мандат на одно, а ты пошел фондом него на другой, то мы прекрасно знаем, что такой фонд долго не продержится. Подожди, но есть LP, которые специально инвестируют тоже так же, как и я, инвестируют туда, в направление, которое им нравится, и они не считают, что основным показателем будет достижение каких-то целей, которые им… Нет, сначала возврат денег, но при этом по профилю, который им близок. Я говорю, что вот в импакт американском, который сейчас начинается, самый главный игрок – Rockefeller Foundation, да? Саша, ты считаешь, что мы позиции сблизили, а нет? Как говорил Владимир Ильич, тут, батенька, перед тем, как им объединиться, надо хорошенько размежеваться. Значит, и это… Я думаю, что там будет одно. Я считаю, да, мы можем выбирать приоритетное направление. Мы можем выбирать отрасли. Мы не выбираем отрасли, которые там токсичные. Мы выбираем то, что делают. Но если, допустим, там… У меня написано «Fintech», и если кто-то, допустим, помогает автоматизировать работу банка или делает там трансграничные платежи, какой бы там импакт был, вообще никакого нет. То есть делать какие-то процессы лучше. Я не задумываюсь в данном случае про это. Я поняла, что новый фонд, которым я сейчас работаю, вот он как раз должен сделать именно так, как оно нужно. Вот я думаю, что… Значит, у него, значит, цель – это значит невенчурный фонд. Я же не могу импактами говорить. Абсолютный венчурный фонд. Абсолютный венчурный фонд. Не, ну, Игорь, у тебя может быть венчурный фонд, который double bottom line, у тебя CLP, если онлайн, в соответствии с тем, что… Ты не можешь быть немножко беременной. Вот ты когда начал говорить, я думал, в глаза посмотри. Вот я представляю себе, иди завтра к своим LP и скажи, ребята, теперь… Стой, стой, стой. Теперь у меня задача не максимизировать вашу прибыль, а вы знаете… Игорь, это просто про других LP. Если ты, например, соберешь фонд, где у тебя 5 LP, которые все говорят, что мы хотим, чтобы ты, не знаю, 5% от того, что мы выигрываем, просто вот отдавал на какую-то чарти. То есть, к сожалению, LP, вот они так хотят. Кто тут что-то делает, почему нет? Если ты берешь религиозные LP, то они 10% по-любому отдают. Понимаешь? Десятину. И это вообще не имеет сюда никакого… Смотрите, Игорюш, дайте слово. Я слушал очень долго, у меня есть слово. Во-первых, это как в самолете. Сначала маску на ребенка, а на себя точнее, да? На себя, на себя. А потом на ребенка. Зарабатывайте деньги. Кто мешает? Каждый должен зарабатывать деньги. Заработал – трать куда хочешь. Причем здесь LP. Если 5 LP, которые хотят по 5% отчислять куда-то, я этих LP не хочу. Я вам так скажу. Вы друг друга не слышите. Надеваю шляпу, как обещала всем сегодня. И объясняю, что… Давайте, может, к проекту перейдем, а? Ну, потому что… Когда ты заработал или куда-то отчисляешь, это благотворительность. Мы об этом не говорим. А мы говорим о том, что сейчас появился новый класс LP, как Rockefeller Foundation, как Blackstone, как большие банки, которые говорят, что у нас будет инвестиционный фонд. Но мы хотим, чтобы этот венчурный фонд инвестировал в то, что будет приносить положительный импорт и улучшать либо… Ну, это как сидеть на двух стульях. У меня есть деньги, я благотворительностью заниматься не хочу. Я хочу вложить деньги так, что как будто я занимаюсь благотворительностью, но при этом заработаю деньги. Саша, а можно тебя спросить по поводу вот этого нового класса LP? Вам же надо тогда брать этот новый класс LP из одной партии? Потому что в Штатах половина народа думает, что это черное – это белое. Это не только в Штатах, везде. Вот как кто-то считает, что нужно так, а кто-то считает, что наоборот. Понимаешь? И вот как ты между LP, если у тебя один LP, который это говорит, он понятно, он свою цель говорит. Если их два и они дружат – нормально. А если их пять или уже, не дай бог, сто, как ты эту цель… Потому что то, что ты делаешь, то, что кому-то кажется хорошо, бороться с глобальным потеплением, а кто-то говорит, что вы там… Игорь, я сейчас не помню, но я видел какой-то фонд, у которых просто есть два параллельных фонда. То есть они ведут параллельно два фонда. У одного чуть-чуть другая, так сказать, стратегия там… Ну вот они разделили так… Сережа, я тебя понял, это еще русская поговорка «Ласковая теля двух мамок сосет». Это понятно. А где они говорят, что у слады черных выиграет тут белая… Сережа, точно нужно выбирать таких ЛПИС, чтобы они друг другу были понятны. И здесь других вариантов нет. Потому что совершенно точно, Игорь, ты говоришь, что если один за то, что есть глобальное потепление, а второй за то, что нет, их нельзя собирать вместе. Поэтому этот класс, это все равно будет венчурный фонд, но у них будут ЛПИС, которые… Саша, давай доведем до абсурда, да? Допустим, если вы собираете фонд, который там за глобальное потепление, а я собираю фонд, который против глобального потепления, условно говоря, да? И эти. И потом мы начинаем работать. У нас в лучшем случае будет Zero Sum Game, а в худшем случае мы просто будем там считать друг друга недоумками. Зато вы все за импакт будете. И это будет круто. Я не буду. Я считаю, что у меня взгляд такой. Делай то, что тебе кажется интересным и полезным, старайся менять тут. Если тебе кажется, что что-то там не входит именно в венчурную цель по прибыльности, выйди, снимай венчурную шляпу. Потому что Рокфеллер фондейшн, они далеки от венчура. И я уверен, что их управляющие тоже будет венчур. Это просто будут те, кто будут исполнять их задачи. Все правильно, Игорь. Все правильно. Я с тобой все равно согласна. Но я тебе говорю, что у нас возникает этот новый... Да, это то же самое, как Голдман говорит, а теперь мы делаем IPO и обязательно, чтобы был афроамериканец и женщина на борде. Иначе IPO не делаем. Это ровно то же самое. Ну, слушай, никто никого... Саша, извини, пожалуйста. Никто никого не заставляет инвестировать или не инвестировать. Это маркетинговый инструмент. Все эти разговоры про этот импакт... Я понимаю, Игорь говорит. Он говорит про импакт из серии Я не инвестирую в то, что идет в разрез с уголовным кодексом, например. Это импакт. Уже импакт. Потому что многие инвестируют. То есть мафии создаются и все такое. Это уже импакт. Не надо дальше, не надо углублять эту историю. Трава должна быть зеленая или оранжевая. Я посмотрел. Если мы пойдем вот тут дальше, еще на венчурный рынок распространения политкорректности, то нам будут говорить, как вот эта оговорка и Берди, которую ты сказала, что ваш проект должен потратить... Какая у вас есть политика по диверсити? Сколько у вас сиит там таких-то людей здесь? Что вы сделали для какой-то цели, которые вообще никакого отношения к вам не имеют? И так далее. И ты права. Ты права. Судя по последним событиям, к этому идем. Поэтому понятно, что в 1900-х... Я тебе скажу, что когда мы... Я еще в свое время диссертацию защитила в Советском Союзе, которая никакого отношения не имела к политике, но первая фраза всегда должна быть. Согласие с учениями, марксизм и генизм. Это все, да, есть такая опасность. Я тебя уверяю, это и сегодня так пишут, просто ссылаются на теперешнюю партию и все. Да, но тем не менее, я не будем больше, наверное, отнимать времени. А сегодня, кстати, Америка Советского Союза далеко обогнала. Потому что в сегодняшнем диссертации пишут, что диссертация сделана с использованием таких-то, и там ни одного кролика не пострадало, и здесь было сделано вот такое-то диверсити. Мы поменяли термины, заменили все термины, которые были известны на неизвестные и так далее. Ну, вот смотри, пока какая-то инициатива в первый раз приходит из европейских стран, да? Но еще раз говорю, то, что в долине... А какая из европейских стран? А, ну, вот все... То есть, ну, они там реально... Там в европейских стран очень мало, вообще меньше. Это может быть поэтому. То, что я говорю здесь, в долине, обязательно начнут смотреть все, как вот можно улучшить, зарабатывая деньги. Для меня этот тренд вот уже очевиден. А там посмотрим. Поэтому, что я могу сказать? Продолжай. Ну, Саш, ну это просто космос, понимаешь? Ну, давай, а кто еще? А давай одуванчики нельзя сдувать. Ну, потому что они там слишком рано там полетят куда-то. Саша, вообще основной принцип капитализма, основной принцип капитализма, это дать предпринимателю делать полезное для себя и в результате создается рынок, который создает полезное всем. Очень правильно сказал. Совершенно правильно сказал, да. Ну, просто я тебе говорю, что тут опять же с тобой соглашусь, то, наверное, сначала идти надо от обратного, куда этот фонд не будет инвестировать. И здесь каждый выбирает для себя, но то, что зарабатывание денег останется первым правилом в фондах, это да. Вы знаешь, Саша, знаешь, что происходит? В этой концепции даже поправки те, которые Путин сейчас в Конституцию вносит, они говорят о том, что институт брака, брак – это союз между мужчиной и женщиной. Ну, в Конституцию прописывается. Он вот фундаментирует. То есть, с обратной стороны, я сейчас за долину приеду и говорю, брак – это союз между мужчиной и женщиной. Меня хейт вообще, ну, все. Хейт, потому что ты идиот, ты ничего не понимаешь. Но для меня, например, вот для меня лично, я за меньшинство, чтобы у них все было хорошо. Но, с другой стороны, большинство нельзя унижать и пытаться под эти все рамки. Я не хочу, чтобы ко мне приходили в компании геи и лесбиянки и рассказывали, что мы неправы. Игорь, ты же живешь в Америке. Для ребят это чувствительная беседа, потому что на них же пальцами будут показывать. Нет, не пальцами. Я не думаю, что дело тут пальцами. Во-первых, я требую, чтобы Саша шляпу вернул. Саша шикарная шляпа, и народ прямо возмущается, там ставки делают. Будешь ли ты дальше. Кстати, очень похоже на образ на нашей афише. Я специально такую выбрала. Она же не дамская. Да-да, как раз такая. На меня, как меня атакуют. Они же забывают, что я девочка, правда? В этом все нормально, так и надо. Нет, Саша. Вышло на батл. Ну, как я вам армию в анекдоте, но любим мы тебя не только за это, помнишь? Смотрите, ребят, на самом деле мы пытаемся провести границу в тех вещах. Я как бы прикалываюсь и ржу не потому, что это смешно, а потому что ужасно интересно и мы очень близкие вещи. Давайте, может быть, попробуем вот как-то просто вот до чего-то договориться и дальше двинуться. То есть мы согласны с тем, что, с одной стороны, фонды пытаются, поскольку мы все люди, делать что-то хорошее и не только зарабатывать деньги, да? Но, с другой стороны, что задача фондов не делать хорошее, а зарабатывать деньги, но мы при этом же люди и нам хочется… Поэтому, да, я возвращаюсь к твоему тезису, остался при своем мнении, что главная задача венчурного фонда поддерживать рисковые проекты, главная задача импакт фонда или импакт инвестирования – это поддерживать проекты, которые делают определенные цели, которые разделяют этот инвест. Все. Я бы с большей радостью проинвестировал в импакт проект, но базово я принимаю решение на основе финансовых показателей. Тоже согласен полностью. Саша, ты будешь решать предложением? Да, для меня импакт инвестирования на данном этапе, в котором он происходит, это называется beyond financial returns. То есть, да, ты деньги зарабатываешь – это первое, но при этом мы выбираем тех инвесторов и те компании, которые реально заработают деньги, улучшая либо нашу жизнь, либо окружающую среду. Да, окей. Давайте тогда дальше по кругу. Сергей, Дмитрий, Павел. Я бы что сказал, что мы все-таки должны оставить инвесторам, LP, возможность принимать решения за себя. Потому что, понятно, у всех у нас есть свое мнение, и вот этот баланс, что важнее, деньги или социальный импакт, мы можем по-разному для себя определять. Но почему мы говорим каким-то людям, которые, может быть, захотят там, на самом деле, терять деньги, но при этом делать какой-то социальный импакт? Почему мы за них это решение принимаем и не даем им возможность вести, как они хотят себя вести? Having said that, то есть, как бы оговорившись также, с моей точки зрения, самый лучший импакт инвестинг – это который sustainable, то есть, который, на самом деле, зарабатывает деньги. Потому что, если ты зарабатываешь деньги, значит, ты можешь масштабировать это на несколько миллиардов человек, и это может действительно очень большое влияние на мир произвести. А если ты там на каждом проданном продукте теряешь 30% выручки, то понятно, что либо кто-то должен тебя субсидировать, а кто это будет субсидировать на огромные деньги? Там, наверное, государство, что уже тоже тебя на некий другой путь ставит, да? Но в любом случае масштабировать продукт, который не зарабатывает, его гораздо сложнее, ну и там очень сложно, да? Поэтому, с моей точки зрения, конечно, если я выбираю какие-то проекты с мыслью о том, чтобы иметь какой-то импакт, конечно же, те, которые sustainable, прибыльные и могут быстро развиваться без дотации, они будут, ну, в приоритете. Ребята, я извиняюсь, я как инициатор, потому что, чтобы вы уже не свели все мои эти лозунги там, черт-чур, то есть просто так, мы, допустим, если это импакт-проект, он зарабатывает деньги и он ставит цель. Допустим, он ставит целью, чтобы всех обеспечить водой, да, но при этом воду надо же окупаться, поэтому делают воду дороже там коньяка 12-летней выдержки, и все нормально. Он вроде бы как и воду дает, и деньги зарабатывает. Это две как бы трудно совместимые задачи, поэтому как раз туда пойдут импакт-деньги, которые говорят, что мне нужно, чтобы там было вот эти... Делать добро... Игорь, прости, дорогой, можно мы Пашу с Сергеем послушаем и пойдем к питчам, потому что мы очень много... Ну, на самом деле, на мой взгляд, тут все можно просто поженить, просто сказать, что в конечном счете венчурные фонды – это механизм, который придуман для того, чтобы вкладывать действительно, вот как Игорь сказал, в харист-проекты и зарабатывать деньги. Другое дело, что в конечном счете мы как менеджеры венчурного фонда делаем то, вот мы придумали какую-то концепцию, мы эту концепцию продали своими LP, эти LP нам дали деньги под эту концепцию. Как правило, эта концепция стандартного венчурного фонда – это заработать для них деньги. Если LP нам дали под это, то это то, что мы должны делать. Ну, просто мы ответственные за это. Другое дело, что если есть LP, которые собираются, энное количество LP, естественно, что там как бы это в обратную сторону тоже работает. Кто-то придумал концепцию, что я хочу, чтобы это было как бы импакт, и вот я готов пойти на меньшие показатели по зарабатыванию денег, но чтобы это было импакт. И под это подписывается достаточное количество LP, и они дают мне деньги. Тогда я могу делать это. Но если все мои LP, вот то, что и Дима говорил, что если все мои LP хотят что-то одно, я должен делать то, что они хотят. Я не могу решать за них, как, собственно говоря, менять стратегию фонда в соответствии с какими-то моими хотелками. Да никто же не меняет стратегию фонда. Вот я думаю, представляете, меня никто не услышал. Я сказала, что вот этот вот… Нет, нет, так, так, на самом деле я услышал тебя, просто сейчас есть некоторые социальные запросы, появилось энное количество LP, которые говорят, мы хотим импакт инвестинг. Соответственно, появилось энное количество менеджеров, которые поняли, о, если я с точки зрения маркетинга засуну импакт инвестинг в свою стратегию, то я смогу поднять деньги у этих LP. И прекрасно, так сказать, есть менеджеры, которые как бы очень фэшн по поводу там какого-то конкретного импакт инвестинг в какой-то конкретной области, там, я не знаю, climate change или еще что-то. И есть, соответственно, так сказать, LP, которые хотят давать деньги под это. Прекрасно, эти LP дадут деньги этим менеджерам, они будут в соответствии с этим действовать. Я все понимаю, просто то, что ты говоришь, что сейчас больше запрос социальный на это и со стороны LP, ну и, соответственно, там, большее количество менеджеров это начинает делать. Это прекрасно. С другой стороны, я уверен, что останутся менеджеры, для которых, и LP, для которых основная концепция венчурного фонда – это просто зарабатывание денег во всем, что там ограничено какими-то там рамками, там, закона и там других вещей. Я думаю, что просто то, что будет, будут и такие, будут и такие. Сергей, с этим мне тут не спорят, я просто призывал их не объединять в одно. Давайте мы… Не-не-не, тут я с тобой согласен, Игорь, совершенно, потому что, как бы, в конечном счете, если у тебя LP хотят этого, и ты им это пообещал, когда поднимал у них деньги, то ты это и делаешь. Если ты им обещал, что ты им будешь зарабатывать деньги, то ты должен зарабатывать деньги. Ты не можешь сейчас решить, что ты вместо этого будешь делать что-то другое. Поэтому, да, я согласен, что не надо обвинять, объединять. Сергей, спасибо. Давайте дадим Паше и… Спасибо большое. Слушайте, я вас слушаю, у меня прям паника, у меня волосы на спине двигаются от того, что вы говорите, вот честно вам скажу. Я не знаю, какая у вас мотивация, но я занимаюсь только импакт-инвестициями. Я считаю, что я пошел в венчурный бизнес только ради этого, потому что есть некое мое видение того, куда этот мир должен двигаться, и венчурные инвестиции – это единственная возможность получить гигантский рычаг для того, чтобы двигать мир в ту сторону, в которую мы хотим двигать. Я не хочу заниматься ничем больше, кроме импакт-инвестиций. Я не хочу идти на компромиссы между тем, чтобы зарабатывать деньги для LP и тем, чтобы делать импакт-инвестиции. Если бы я хотел зарабатывать деньги для LP, я бы пошел в wealth management. Я специально ушел от wealth management в сторону венчурных инвестиций, потому что я хочу вкладывать деньги инвесторов в те вещи, которые кардинально могут поменять жизнь на земле в лучшую сторону. Да, и при этом мы все должны заработать, потому что это естественный результат того, чтобы это сделать. Паш, Паш, примеры в студии. Импакт-инвестиции – это какое-то отдельное направление. Действительно, единственное, что я вижу, когда присылают проект, написано импакт, это обычно имеется в виду, что просто у них нет бизнес-модели, и они рассчитывают на какие-то субсидии. Вот в таком плане я не готов рассматривать импакт-инвестиции. А в действующем… Слушайте, ребята, если вы хотите деньги заработать, купите сейчас акции-палантиры за 6 долларов, через полгода продайте их за 12. Гарантированная сделка, потому что там крупные фонды делают просто pump-and-dump с этой компанией. Паш, Паш, а ты когда делаешь эти сделки, ты в какую сторону думаешь, что надо этот мир изменить? Ну вот, там, например, онлайн-образование, тот же космос, самоуправляемый транспорт. Любая из этих технологий, она дает импакт. И каждый раз я думаю, я не буду вкладывать там в табак и в гемблинг. Несмотря на… Даже если ко мне придет мой ЛП и скажет, там есть возможность заработать денег на этом, я не хочу зарабатывать так деньги. Я не занимаюсь брокерским… Паша, тут никто этим не занимается, ты опять мешаешь понятия. Мы да, мы когда вкладываем в проекты, мы хотим, естественно, если мы считаем, что проект не сделает лучше, он не будет востребован. Поэтому у импакта есть конкретная цель. Не онлайн-образование, а, допустим, уменьшение уровня неграмотности там в такой-то местности. Вот это импакт. А когда ты говоришь, импакт… А чем? Если онлайн-образование… Паша, я говорю, тогда я любой свой проект, абсолютно любой, разложу тебе на импакт в твоем понимании. Да, абсолютно верно. Но это и хочу сказать, Игорь. Любой твой проект, в который ты инвестируешь, который меняет мир к лучшему, это импакт-инвестиция. И не надо здесь компромиссы никакие придумать. Паша, все правильно. Тут проблема еще в том, что когда люди говорят импакт, то это очень широкий спектр. То есть, конечно, естественно, любая из наших компаний, когда мы инвестируем, идея как-то изменить мир. И мы не инвестируем ни в какие-то вещи, которые не в торговле оружием, ни так далее, хотя, может быть, они и принесли бы больше денег. Но просто зачастую, когда говорят импакт, предполагается, что я делаю импакт-инвестинг, это значит, что я готов терпеть меньше returns за счет того, что я делаю что-то лучше. Просто то, что мы говорим, что как бы есть разные инструменты под эти вещи. Вот и все. А так мы, конечно, все инвестируем, мы пытаемся мир изменить. Да, его заюзываем во все стороны, и оно станет совершенно бессмысленным. Но то, что венчурный капитал имеет ответственность перед, я считаю, перед тем, куда мы инвестируем и какие будут последствия, то как-то его не называй. Если мы можем сделать так, чтобы инвестиция улучшила мир, мы это делаем. И все. Просто сейчас это начали в кучу кидать. И, может быть, стоит этим заняться и показать разницу. А то, что сначала нужно зарабатывать деньги, это да. Я думаю, что Паша достаточно провел уже временем в Долине, чтобы почувствовать, что настоящие инвесторы всегда, всегда имеют желание вкладывать в компании, которые улучшат жизнь. Но да, они будут сначала... Долина тут ни при чем, абсолютно. Рокшинды и Рокфеллеры, особенно когда они в оружие вкладывают, они хотят. Это лошадь. Паша сказал эти правильные слова абсолютно. Только базовый посыл был как раз разделить проекты, которые... И проекты, и инвесторов, и инвестиции направлены на достижение цели и проекты, которые на эти... Конечно, Паша, 100% мы вкладываем в любой проект. Мало того, у нас есть куча проектов, которые у нас сейчас идет, раунд в компании, допустим, которая полностью изменит медицину для женщин. Но очень сильно изменит, и кучу людей там позволит не заболеть, примитивная медицина большая и так далее. И, конечно, я туда вкладываю. Но что ты думаешь? Я, конечно, туда вкладываю, мне это очень приятно туда вкладываю. Но если мне сказать, что давайте вкладывайте туда и не зарабатывайте, для этого я туда же положу... Единственный аргумент, с чем я с вами не согласен, в том, что вы пытаетесь эту границу провести где-то вовне. Сварить это на LP, на государство, еще на кого-то. Я считаю, что грань между импакт-инвестициями и не импакт-инвестициями происходит в нашей голове. В голове GP, который определяет стратегию своего фонда. И дальше инвесторы уже решают, хотят они за этой стратегией идти или не хотят. Давайте не перекладывать эту ответственность ни на кого другого. Слушай, я думаю, когда ты делал раунд-шоу, Паш, ты не рассказывал, что ты будешь делать импакт-инвестиции. Я не использую слово импакт, ровно потому, что оно имеет негативную коннотацию. Ты не говорил, ты сделал раунд-шоу, а потом, когда ты собрал деньги от своих LP, я примерно понимаю, кто они. И вот ты сейчас на белом коне такой, да? Потому что они тоже на белом коне, потому что главный твой инвестор, он тоже на белом коне, он хочет быть таким. Это хорошо. А у меня, например, инвесторы, которые говорят, а нет, давай деньги. Мы про деньги. А я потом решу, когда я заработаю с тебя, я решу, куда эти деньги делать. И я сам решу. И я там сделаю сам импакт. Это будут инвестиции или будут... Мы благотворительность, когда ты просто куда-то даешь заработанные деньги. А то, о чем Паша говорит, это если ты принимаешь решение, и ты можешь повлиять на... Паша не понимал решение. У 90% компаний, куда мы инвестируем, у них миссия сделать мир лучше. Они все. Компания, которая... Уста, наверное. Любая компания, которая... Игорь, извини, с этого начинается нормальный пич. Какую проблему вы решаете? Да, мы хотим сделать мир лучше. Мы хотим сделать мир лучше. Они все будут делать мир лучше, естественно. Ну, ребят, давайте все. Вам всем спасибо. Запах тестостерона и эстраги. Если кто еще не втянул, то, значит, вы что-то... У вас или коронавирус начался, или нюх отбит, или вы что-то такое курите гораздо лучше. Давайте я все-таки... Вы должны понимать, что если мы между собой спорим, то, прикиньте... Ну, господа, вы просто прикиньте, насколько мы между собой спорим. Прям вот уже такая... Агрессии еще не было, но вот будет было. Ну, как мы к вам относимся. Правильно я говорю. Когда мы все такие разные, но когда мы оцениваем путь, и все соглашаемся, вот чтобы предприниматели поняли, что, а мы все говорим, это проект хорошего. Круто. А мы, при этом, все такие разные, когда мы соглашаемся. Вот в чем цена. Давай я... Друзья мои, я все-таки на правах ведущего, потому что мы не закончим никогда. Мы час уже обсуждаем эту тему. Давайте я все-таки попытаюсь подвести то, с чем все согласны. Мне кажется, что поскольку мы живем при капитализме, при там позитивных, его отрицательных сторонах, пока вот у нас такой строй капитализм. У нас есть две, наверное, стороны. Я надеюсь, вы согласитесь. Одна сторона – это попытка чего-то добиться, заработать, достичь каких-то вещей. И вторая сторона – каждый из нас хочет осознавать себя реально хорошим человеком. Человеком, который что-то делает важное, который, умерев, не просто оставит там какое-то количество денег, а какой-то след по себе, и который вообще радуется и гордится тем, что он делает, получает от этого удовольствие. Вот. Поэтому, я думаю, у каждого разные как бы черта где-то. Простите, Игорь, вот я спасибо за подведение итогов. Но мы тут все сидим, у всех, грубо говоря, ну, я всех там за экраном не вижу, ну, по крайней мере, тех, кого я знаю, там, тебя всегда, ну, там, вот, Паша, Игорь, так и так далее. То есть, мы все могли бы этого не делать, не заниматься, не заниматься. Поэтому, понятно, для нас зарабатывание денег не является самоцелью. Мы можем не делать, можем не работать. Но это все равно не смешивает. Есть благотворительность, есть импульс, есть ничего. Все. Мы, да, мы делаем то, что нам нравится, потому что это хорошо, потому что по нашему пониманию мы делаем то, что будет делать какие-то изменения. По нашему понимание. Но есть и другие вещи. Поэтому я это понимаю. Ну, дай мне Игору, ведущему, сделать заключение. Я понимаю, что такое осталось, последнее слово, но не уступлю. А давайте зрительское голосование. Не, ребят, не обязательно. Я шучу, я его проиграю. Я его проиграю сто процентов. Даже нет. Не сомневаюсь, потому что есть психология толпы. Это кто это? Это кто это? Мы не сомневаемся. Следуют психологии толпы. Ребят, давайте двигаться дальше. Мне кажется, была самая бурная дискуссия со времен крылатой фразы «пич бушик», чтобы не говорить эти фразы. Вот. По-моему, это было круто. Давайте двинемся по «пичам». Ольга и Олег, пожалуйста, подготовьте, кто у нас там следующий. Ну, мне кажется, очень-очень круто, что мы подняли эту тему. А то, что мы никогда не договоримся, ну, как бы это же и классно. Мне кажется, здорово то, что мы сейчас сказали. Ребят, давайте, кто там следующий, готовьтесь. Пичам я просто пока заполнить. Смотрите, пара вещей, пока мы заполняем. Первое. Не забудьте, что, зрители, что после того, что мы закончим нашу девятую кухню, будет голосование. А второе, у нас скоро, на будущей неделе, юбилей, десятая кухня, она будет с большим интересным сюрпризом. Вот. И сегодня тоже у нас маленький сюрприз, который Коля Давыдов такой притащил нам сюрприз и такой, окей, я убежал. Окей. Вижу Гранта, но не слышу Гранта. Друзья, слышно меня? Да. Алло. Слышно, но я вижу, что у нас... Все правильно. У меня должны быть две штуки на экране. Давайте мы начнем сразу с того, что мы с Коля для вас подготовили, а потом я немножко поясню. Поехали. Меня зовут Грант. Я с ex-банкер и ВС turned tech-интерпренер. Я ко-фounded a credit-scoring company and led it all the way to a successful exit with the market leader. I now have a new venture with an ambition to change the way blue-collar workers look for jobs. This is why I reached out to you, and it's no coincidence I'm addressing this in a story format. What you've seen so far in this video is essentially a demo of a very particular use case of a story. We first tested the format in partnership with FIFA World Championship, where we hired 7,000 people across 10 cities in under two weeks, and scaled to a pilot in 2019, and here's how. Our candidates shoot a couple of short videos about themselves and share it with all potential employers in a preferred location. And voila, goodbye or type CV and hello human communication in swift anticipation of an actual meeting. On average, stories get a 60% dislike rate, compared to just 10% refuse rate for CVs. At the same time, receiving likes decreases anxiety. It brings affirmation, thus doubling the conversion into actual meetings and quadrupling the final employment rate, compared to starting with a CV. Time saved and stress averted for both parties. However, the effort to reinvent job search and hiring was sent back by the pandemic. With over 2.7 billion people impacted by COVID-19, across the globe, there's a cloud of uncertainty for job markets ahead of us. Job search for blue-collar workers has always been tough to plan ahead, but due to the huge global unemployment rate in the near future, the need is becoming urgent. Вот, пожалуй, все, что мы хотели вам показать. Этот видеоролик был подготовлен мной как питч продукта, который я очень точечно заплейсил. Вы, наверное, заметили, что в конце видео обрывается. Да, пока Игорь Витальевич не вступил, я сказал, а эти HR-агентства этих, нанимающие blue-collars, ты же пришел питчить этим, в общем-то, инвесторам. Я не вижу ничего инвестиционного в твоем питче от слова совсем. Игорь, вы абсолютно правы, это не питч инвесторам, не имел возможности это говорить до конца. Коля попросил показать это как пример того, что питч не всегда может выглядеть как PowerPoint-презентация. Это как раз очень импакт-история, я не ищу инвестиции в нее. И с помощью этого ролика я ее заплейсил на те площадки как продукты, которые мне были наиболее интересны. Вот мы подумали, не без помощи Коли, а подумали, что неплохо было бы показать, что питчить можно без PowerPoint. Поэтому Коли побоялся прийти. Спасибо, сюрприз удался, только просто он нет. Не инвест, если деньги не нужны, не инвестпич, то все, ролик сделан нормально. Проблема поднята. Ролик оценили. Надеюсь, вам все равно не поняли с ролика, собственно, суть продукта. Это в том, чтобы записать для кандидатов видеоролики и их отправить в место резюме. И, грубо говоря, получить первое предварительное одобрение в виде лайка. Да, это именно то, но это нацелено только на синих породников, в отличие от тех решений, которые есть на рынке. Вы наверняка проводите видео с VCV и с CRU. Ну да, там их как бы уже как грязь, если честно. Да, да, совершенно верно. Я с вами полностью согласен. Никто не попытался этот продукт реализовать на той площадке, на которой я ее переношу в этом основном посылу. Потому что отдельные игроки покрывают очень маленькие сегменты в своих странах, в своих регионах с огромным количеством ограничений. А сейчас реальность такова, что после ковидной действительности запрос на работу настолько будет существенный, что люди готовы к шифтам в парадигме. Давайте дальше, пожалуйста. Очень приятно, круто, красиво. Мы с Колей поговорим. Мы с Колей расскажем, что мы думаем. На правах рекламы это как бы прикольно, но все-таки немножко неожиданно. Я думаю, что это будет действительно питч, но тут все-таки место, где мы ожидаем получить питчи, поэтому это не очень. Да, это был коммершал, поэтому коммершал мы не рассмотрим. Неожиданный для нас коммершал. Давайте следующий. Ребят, я напоминаю, что 3 минуты. Ольга и Олег, пожалуйста, не говорите голосом и так далее. Просто заведите часы, чтобы через 3 минуты созвенело. Отличный тренер по макияжу. Мне это нужно. Получили клиента за секунду. День добрый. Меня зовут Дмитрий Бондарев. Я как раз о макияже. Одна из главных забот девушек – это их внешность, их лицо. Далеко не все из них умеют делать такой макияж, который им самим нравится. Поэтому у макап-тютеров на Ютубе и в Инсте сотни миллионов просмотров в месяц. Однако искать там подходящие уроки долго, а сделать полный мейк по уроку в Инсте невозможно. Мы сделали приложение, в котором все мейки единого формата связаны между собой и дополнены подробными видеоуроками. Тут все понятно, логично и нацелено на обучение «делай раз, два и три». Результат – готовый мейк на лице и освоение правильной техники. Наша текущая целевая аудитория – это зрители мейкап-уроков, выход на рынок через традиционные каналы, а также с помощью revenue share программы для приложений виртуального мейкапа. Это около 2 миллиардов инсталлов бьюти-сайтов и бьюти-блогеров. Бизнес-модель из двух частей – это подписка и продажа косметики из приложения. Мы пока еще не знаем, какой будет у них баланс и куда нас приведут пользователи дальше. Мы сделали MVP, который имеет более 2000 инсталлов. Мы видим, что больше половины сделали полные мейкапа один или более раз. Это подтверждает гипотезу востребованности. 50% по шкале NPS готовы рекомендовать нас подругам. Уровень retention адекватен объему контента, и все это вместе с внутренней рефералкой для юзеров создает основу для верального роста. Наш следующий шаг – это запуск монетизации. Мы протестировали стоимость инсталла. Наш прогноз по выручке на инсталл – 1 доллар, и соотношение выручки к стоимости инсталла – более 2,5. В команде полный комплект компетенций, включая опыт лучшей школы мейкапа в мире и мобильную разработку. Мы также отладили производство контента и сможем масштабировать его, в том числе производить локальный контент для разных стран. Итак, мы имеем дело с массовой болью и большим рынком. Судя по метрикам, мы нашли лекарства и сможем расти вирально. Наша ближайшая цель – это сбор бизнес-метрик и тестинг бизнес-моделей. У нас комбинированная стратегия выхода на рынок, на котором много свободного рекламного инвентаря. А следующая цель – это масштабирование на другие рынки или другие страны. На этом все. Спасибо за внимание. Можно я первый? Можно. Вы прекрасны, но вместо вас должна была быть девушка. Это первое. Потому что вы к мейкапу такое же отношение имеете, как я. Вторая тема очень крутая, но она настолько простая, что почему я такое же не могу повторить? Ну, тут очень правильно собрать пазл из всех частей. В смысле, из каких частей? Ну, девушка, которая делает мейкап и записать ее… Да, но, так сказать, необходимо еще этот мейкап на самом деле придумать, создать. Значит, его нужно снять. Да, то есть, ваша Мария Хомякова, она единственная в мире. А все остальные мейкапы – это так мимо проходили. Мы просто собираем… Сколько стоит ваша компания? Компания пока что только стартует, поэтому… Я понимаю, но сколько вы оцениваете? Вы же вложили какие-то деньги? Да, мы вложили собственные деньги. Сколько вы сегодня считаете, она стоит? Мы сейчас ищем 70 тысяч в обмен на 15%. То есть, а нас… Блин, сейчас с математикой разберусь. Адекватно, но полмиллиона. Ну, полмиллиона, да. Полмиллиона – это стоит? Реально. Визажист с навыками работы стоит полмиллиона? Это пока не стоит ничего, но так подходить не надо уже совсем к проекту. Мне действительно, у меня тот же вопрос, который у тебя, только его более мягко, потому что я не увидел конкурентных преимуществ. Первое. Второе. Если у вас эти преимущества есть, и вы просто стесняетесь их сформулировать, то мы уже много раз говорили с стартапом, что если ты хочешь быть глобальным, быть глобальным сразу же. Если ты хочешь быть локальным, как вы говорите, мы там попробуем. Ну, тогда это ваша цель – локальный рынок, и все. Зачем тебя обманывать? Господа, я, кстати, сделал аргумент, что вот этот конкретный бизнес, он такой антиимпакт, да, в том смысле, что он заставляет бедных девочек тратить время и деньги на вещь, которая, в общем, для общества достаточно бесполезная. Ну, как бесполезная? Женская красота, она спасет мир. Ну, что? Нет, Дим, Дим. Поэтому не обязательно, чтобы быть красивой женщиной, не обязательно обмазаться. Дима, тебя сейчас заклюют. Пожалуйста, я готов. Я готов за свои убеждения обстоять. Ну, давайте, можно, ладно, Дима. Да, вот дайте… Да, вообще, нет, нормально все. Я, на самом деле, рада, что презентовал мужчина, а не женщина, то есть показывает, что это бизнес, который он верит и развивает. У меня вопрос другой. Женская красота в многих формах приходит, и мы сейчас с Димой это обсуждать не будем. Я знаю, у меня есть приятельства, которые вообще ни капли мейкапа не используют, но они все равно хотят выглядеть хорошо, а те, которые используют. У меня другой вопрос. Почему просто не взять этих миллионов блогеров, которые сидят на Инстаграме, и они конкретно на всем этом зарабатывают? Вот она сидит, там, в своей рассказе, как красится, и тут же там реклама пошла, а вот здесь купите продукт, это сделаете, в вашем районе вот это можно сделать. То есть у меня вопрос в том, в чем здесь бизнес? Если вот эти вот блогерши уже все это делают и так, это будет дешевле, чем давать инвестиционные деньги в подобную компанию. Это вопрос. Нет, нет, ты можешь выбрать, как тебе нравится. Почему как нравится? Они это делают, и модели компьютерные делают. Там сейчас только уже аппликации, я не знаю, я могу сейчас… Да. Апликацию зарядить, и нам… Как их в АИР, которые тебе рисуют любой мейкап при помощи AI. Есть куча такого. Но только есть одна проблема, что, так сказать, ты сделал этот виртуальный мейкап, выложил в Инсту, тебя пригласили на свидание, и это нужно повторить. Он тебе дает это все, повторите, тебе дает с ингредиентами. Я там не про конкретно читал. Нет, нет, нет. Таких проектов много очень. Надо сделать виртуальный мейкап, его нужно расписать, на самом деле, по шагам. И это не просто так. Да, то есть его нужно расписать по шагам, там где-то порядка 15 этапов, чтобы его сделать. И, так сказать, эту маску, используемую в виртуальном мейкапе, ее нужно профессионально описать и это снять. Ой, какой ужас. Вы хотите сказать, что ваши пользователи, вот реально у них 15 шагов делать мейкап. Но, наверное, это уникальная категория русскоговорящих девушек. Потому что в Калифорнии там реально на макошке попрошел. Дмитрий, беру свои слова обратно. Оставайтесь с локальным проектом российским. Это первое. Второе, никого не бойтесь. Да, мало ли, во всех нишах уже кто-то будет. Так что, ну, делайте. Нет, ну, мы хотим идти дальше, мы хотим идти в Штаты. Ну, нет, ну, вот там уже Саша не хочет вас в Штатах, потому что там не 15 шагов, а для Штатов достаточно двух шагов. Поэтому эти... Придумайте лучше алгоритм, как эти 15 шагов до двух свести. Тогда можно в Штатах. Ну, проект имеет, смотрите, проект имеет право на жизнь абсолютно. Только, ну, я не вижу здесь кого-то там крутого, большого будущего, но что он будет отбивать там те деньги, которые на него потрачены, очевидно. И да, я согласен с Димом, конечно, там... Ну, импакт мы здесь и не собирались обсуждать. Ну, да, тут не импакт. Коллеги, слышите, еще такой момент очень интересный в этой презентации, напомненный нам и невольно Сашей. Давайте сделаем какой-нибудь один день, где мы прям вот восстановим гендерное равенство, и где у нас питчеры... Ну, мы не будем дискриминировать, но попытаемся сделать один день, где прям вот все будут девушки. И я пропущу. А чего тебе не нравится, женщины? Не, мы... Вот, Игорь, мне очень нравится, но надо просто, чтобы было достаточно, чтобы мы давали достаточное количество проектов. Нет, конечно. Ну, мы сейчас предпринимаем кучу интересных шагов, как раз для того, чтобы проекты были и качественнее, и больше. В общем, попытаемся. Коллеги, те... Я те, кто девушки, кто мне присылают, я попересылаю туда. Вот, супер, спасибо тебе. Друзья, давайте следующего. Давайте следующего. Давайте следующего. Добрый день. Мне нравится, как Игорь меня, как это называется, визуализирует. Радость моя, давай я за тебя сегодня буду. И делаю все, чтобы... Во, по зарядкам радиослушателей. Да, как раз говорили про девушек. О, мэн, кэс. Видео включи. Окей, ну, три минуты, три минуты. Прошу прощения, я сегодня без видео, у меня аллергия очень вовремя появилась. От кошек? Нет, кошек. Окей. Напоминаю Ольге и Олегу три минуты, после трех минут жесткий звонок. Спасибо, поехали. Меня зовут Кристина, я сооснователь МИО-Лэнгвич. Мы занимаемся разработкой мобильного приложения с персональным репетитором иностранных языков для детей с поддержкой дополненной реальности. Мы заметили, что есть сложности живого репетиторства. Во-первых, это дорого. В среднем час репетиторам стоит 25 долларов, то есть это 100 долларов в месяц. Во-вторых, это могут быть просто студенты или носители языка, которые толком преподавать не умеют. И в-третьих, не каждый ребенок чувствует себя комфортно на индивидуальных занятиях живым учителем один на один. Современным детям заниматься с телефоном комфортнее. Они воспринимают это как игру, а не как урок. На данный момент на англо-испанском рынке нет классных приложений, в которых ребенок может практиковать иностранную разговорную речь с персонажем. Поэтому предлагаем пользователям познакомиться с виртуальным учителем, который будет подстраиваться под каждого индивидуально. Главная функция нашего предложения – это то, что ребенок сможет практиковать разговорную речь с персонажем. У нас будут полноценные диалоги по специально разработанной методике, а также запоминать слова и играть в игры с персонажем. А родители смогут следить за успехами ребенка через игру… Ой, простите, через пуш и уведомления. Через игру ребенку будет проще развивать коммуникативные и языковые навыки. Рынок в сфере электронного образования развивается очень быстро, и к 2023 году доля рынка составит 26 миллиардов долларов для США и 10 миллиардов долларов для Европы. А рынок в сфере иностранных языков к 2022 году достигнет 66,5 миллиардов долларов. Мы хотим сначала охватить рынки английского и испанского языка, а затем продвигаться на остальные за счет постепенного добавления новых изучаемых языков. Сейчас у нас есть прототип, в котором можно визуально ознакомиться с возможностями приложения. У нас будет подписная бизнес-модель, которая дешевле репетиторов в 4 раза, а конкурентов в 2. Мы планируем привлечь 400 тысяч пользователей в первый год и получить доход в размере 2,7 миллионов долларов. Про команду. Я работала в анимационных студиях и знаю, как сделать персонажа интересным и запоминающимся для детей. Роман имеет высшее образование в сфере маркетинга и опыт работы в рекламной кампании. Татьяна разбирается в финансовых вопросах, а техническую часть мы будем заказывать на аутсорсе. На данный момент мы ищем инвестиции для разработки приложения и дальнейшего продвижения. Спасибо за внимание. Ну, я сразу же скажу мне, как инвестор. Шлите презентацию. Я вам присылаю. Ты уже послал, видимо. Слушайте, маленький вопрос. У вас рынок какой все-таки? Потому что вы как-то говорили про рынок Америки. Мне кажется, что на американском рынке учить детей английскому языку – это немножко не очень актуальная тема для большинства. Мы будем английский и испанский сначала делать, а потом мы будем добавлять следующие языки – китайский, французский и так далее. Ну, да, но просто как бы тогда вы решите, какой у вас основной рынок и в соответствии с этим какие языки. Потому что английский на Америку – это как-то звучит странно. Дайте слово Игорю Ребень, а он расскажет. Сейчас, дайте я просто закончу. И второй момент не очень понятно. То есть я так понимаю, что AR – это как бы основная такая фишка, чем вы отличаетесь от других. Не очень понятно, в чем там AR. Там просто персонаж, с которым мы общаемся – это не совсем AR. Или это как-то накладывается на окружающую? Это будет как Pokemon Go, если знаете такую игру. То есть, да, у нас будет персонаж в реальности. То есть пользователь наводит, допустим, на стол экран, и там появляется персонаж. И будет одновременно еще экран, чат на экране. И вот он сможет с ним разговаривать. То есть персонаж будет практически как в реальной жизни, как в живой. Как инвестор мертвый, который в вас вложился. Нет, нет, нет. Передать, Катюкадич уже одобрил. Так что вы нормали. Ир, а скажите, а от body AR чем принципиально отличается ваш продукт? Там, во-первых, нет AR, а во-вторых, у него нет диалога. То есть у них просто карточки со словами, а мы пропишем именно диалоги, чтобы можно было говорить с ним голосом на определенные темы. Кстати, вот еще такой момент. Судя по тому, что вы описывали там диалоги, AR, это технически не такая тривиальная задача. Это ваш как бы основной competitive advantage технологический. И говорить в этой ситуации, что вы аутсорсуете его, это значит, что вы просто не владеете своим техническим адвентеджем. То есть это серьезная проблема. Если вы хотите действительно строить основной свой competitive advantage на технологии, то техническая экспертиза должна быть in-house. Ну, Серег, ты, блин, на таких серьезных щах вообще. Ну, прям, как будто лекцию вымыть. Ну, а что? Не, ну, перестань. Ты пойми, опустись немножко ниже. И такой, ну, что так, что не так? Ну, на этом уровне хотя бы. Какое деадвентедж? Ну, что за слово ты такое вспомнил из Одессы? А это его первый раз, Игорь, он старается. А у меня вопрос. Ну, Игорь Митя. А вот деньги вы поднимите. На что вы их потратите? На что вы потратите поднятые деньги? Извините, плохо расслышал. На что потратим деньги? На разработку и продвижение. То есть, пока вообще ничего нет, что ли? Что значит разработку и продвижение? Это описывает вообще сразу все. Пока у нас только визуальный прототип. А, окей. Слушайте, я считаю, что… Начальная стадия, извините. Да. Отличная область. То есть, если предположить, что вы сделаете продукт, пусть даже там без продвижения, без ничего, просто продукт заработает, это будет очень интересно. Я с удовольствием. Для меня это там суперинтересная сфера. Но, исходя из презентации, у меня есть серьезные сомнения в том, что вы продукт сделаете. По всем признакам вы действительно… Вы недооцениваете сложность. Представляете, что такое сделать продукт на пятилетних, шестилетних детей? Это самая сложная аудитория, которая существует в мире. Особенно образовательный продукт. Особенно с использованием AR. Еще AI. Каждый из этих добавляет дополнительный уровень сложности. Я бы вам очень рекомендовал вообще забыть про то, какие размеры рынка. И все, мы все вас поддержим. Главное, сделайте такой продукт, что им действительно ребенок будет в нем залипать. Если у вас будет такой продукт, мы вам все остальное просто на руках вынесем вас на мировой рынок. Но сфокусируйтесь сильно на продукте. Все остальное, я, по крайней мере, считаю, сейчас не столь важно. Я думаю, что... Паша, нужно дать тогда первых пару миллионов и собрать себе любую команду. Нет, в том-то и дело, что это бесполезно давать, потому что туда нужно давать всем. Тысячи команд пытаются решить задачи сейчас, никого не получает. Я бы сказал, что хотя бы надо подтянуть первых людей, которые, понятно, что в состоянии сделать этот продукт. Давайте попали миллион. Я сделаю, я обещаю. Кристина, спасибо. От меня, поскольку вроде все высказались, от меня всегда нельзя недооценивать конкурентов. Я просто очень много смотрю на образование. Есть очень много... Я с удовольствием пообщаюсь, кстати, напишите. Есть очень много похожих, очень сильно продвинутых, очень крутых продуктов. Я просто боюсь, что вы делаете какие-то вещи очень похожие. Но, тем не менее, рад просто чуть-чуть поболтать и помочь. Поехали дальше. Да, взаимно. Поехали дальше. Ольга, Олег, еще раз напоминаю, просто будильник включайте, когда три минуты заканчивается, чтобы просто звенело. Или давайте я, хорошо. Я сам прямо засеку. Люди говорят больше трех минут, а ничего не звенит. Так. Здравствуйте. Меня видно, слышно? Да. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Пескунов и основатель платформы Maniflats.com, которая помогает быстро находить подходящую недвижимость. Каждые шесть лет люди в среднем по статистике тратят 73 дня на поиск недвижимости, из которых 124 часа непосредственно на поиск в интернете. Наша платформа помогает быстрее найти недвижимость, осуществляя поиск сразу по всем сайтам страны. Поиск внешне выглядит как Google для недвижимости. Размер рынка. Ежегодно в мире тратится 37 миллиардов долларов на рекламу недвижимости. Доля агрегаторов в ближайшие пару лет достигнет 9 миллиардов долларов. Мы нацелены на треть рынка агрегаторов, а именно на мобильный трафик. В мире более 6 миллионов компаний, которые являются нашими потенциальными клиентами. Они ежегодно рекламируют более 20 миллионов объектов недвижимости. В результате 1000 порталов посещают более 200 миллионов человек. Наши тарифы основаны на простой схеме. Риэлторы платят нам за трафик на свои сайты дешевле рекламы в Google Ads в два раза. Каждый посетитель нашего сайта в среднем кликает на 10 объектов недвижимости наших клиентов. Получается, что каждый переход по рекламе из Google на наш сайт позволяет вернуть вложения в пятикратном размере. Данная бизнес-модель позволяет экспоненциальный рост. Наш продукт лучше агрегаторов недвижимости тем, что не требует интеграции по API. Мы лучше локальных лидеров разных стран тем, что позволяем на языке пользователей искать недвижимость как по ним, так и по всем их конкурентам. Так можно искать по всем немецким сайтам на русском языке или английском. У нас готов продукт и есть команда. Сейчас мы ищем в СИД инвестиции. Нам нужны инвестиции для внедрения бизнес-модели. За четыре месяца с момента старта мы запустили первую версию, провели много интервью, проверили бизнес-гипотезы и лендингами, сделали пивот и запустили в конце мая вторую версию. Сейчас у нас работает поиск по 90% всех объявлений недвижимости в Латвии. Это наш домашний рынок. За последнюю неделю с нами начали сотрудничество еще четыре риелторских агентства. Команда. Я обладаю предпринимательским опытом и многолетним опытом разработки сложных IT-продуктов. Мой партнер много лет работал в коммерческом секторе, отвечая за коммерческую часть компании. Благодарю за внимание и буду благодарен за услышать ваше мнение и критику. Вы мета-поиски или вы продавец рекламы? Мы поисковая система. Мы распознаем признаки объектов на сайтах риелторских и на сайтах классифайдерах и позволяем, распознаем в запросе пользователя аналогичную информацию, и позволяем искать по сути запроса, что человек ищет, искать по этим сайтам и отправлять туда уже людей непосредственно на эти сайты. Вы делаете автоматически, то есть вы добавляете к себе базу данных по объектам недвижимости, но при этом вы говорите, что мы за счет того, что типа агентствам удобно с нами сотрудничать, они платят нам деньги. Вот на каком этапе они вам платят? Вы платно добавляете в ваш мета-поиск? Я так понимаю, что вы мета-поиск? Ну да. За переходы или за переходы платят. Это рекламная платить. То есть, если посмотреть на все эти сайты, то сказать, что будете конкурировать с ими трулями с ими зилово, наверное, сложно. То есть, вы хотите стать что-то, 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 для путешествия, для аппликаторов тех или что? Мы хотим, чтобы мог человек, придя на наш проект, подписаться на запрос «Хочу найти недвижимость ниже рынка рядом со мной» и получать регулярные уведомления, не ходя по всем этим сайтам, которые там существуют во всей стране, просто получать уведомления, переходить к ним. Сами переходы клики у нас фиксируются и в тарифах потом списывается оплата с риэлтором. Михаил, вы перезабылили модель. Скажите, а вы про какой рынок говорите? Американский или европейский? Первый, через европейский. Мы начали с Латвии и сейчас подклютили Германию, и нас интересует первый, через европейский, потому что здесь мультиязычность, много стран, и все неоднозначно. Михаил? Просто в американском рынке все немножко по-другому. Во-первых, тут есть уже система, там всякие NMLS, которые грузятся все инвентаре, и по сути большинство сайтов это просто интерфейс к этим системам. Поэтому на всех этих сайтах видно одно и то же. Вы будете просто еще одним сайтом, который из этих систем качает, ну и как бы что. Михаил, вот на самом деле, если мы говорим про метапоиск, то ценность метапоиска может быть большой в ситуации, когда он агрегирует большое количество источников, где сложно найти, если этого метапоиска нет. на рынках, типа рынка США, где есть там 2-3 игрока, которых больше часть этого рынка, и на самом деле у них достаточно похожий инвентарь из-за того, что есть NMLS, эта модель точно не работает, потому что, ну, если ты агрегируешь, по сути, там двух игроков, ну, зачем они тебе вообще будут платить за это? И для пользователей это очень легко пойти на сайты этих игроков. Соответственно, для того, чтобы верить в то, что этот бизнес может быть успешным, то нужно верить в то, что вот на тех рынках, на которые вы выходите, нету консолидированных уже там агрегаторов, классифайк, компаний типа там Zillow, Trulli и так далее. Вот вы можете сказать вот на топ-3 рынка в Европе, которые вы планируете выходить, ну, во-первых, какие это рынки, да, а во-вторых, какая доля крупнейшего игрока на каждом из этих рынков среди агрегатов? Из агрегаторов самые сильные конкуренты это вот испанские Mettula. Вы хотите выходить, правильно я вас... Испания, Германия и Великобритания. Это три рынка, которые после Латвии мы намерены в первую очередь. Окей, так. Mettula, сколько у нее доля рынка? Позже могу подготовить. Ну, это там 5%, 30%, 60%, ну, хотя бы примерно, вы ваши рынки должны знать, наверное. В 2015 году они были на 9-м месте, но сейчас я точно не могу сказать на каком. На 9-м? А при чем здесь? Я говорю, игрок... Так они могут быть тогда самыми большими. Нет. То есть, они стали номером 1 сейчас? Или... Не забивайте. Смотрите. Похоже действительно на изобретение... Паша, кстати, извини, тебе не дали сказать. Ты хотел сказать, что переизобрели, пожалуйста, Паша? Дурвей. Это же классический дурвей. То есть, сделали... Ну, чистый арбитраж трафика. Это там хороший студенческий бизнес, но это совершенно не венчурная история в долгосрочной перспективе. Она не масштабируется никак. То есть, у вас есть некая гипотеза о том, что человек... Вы потратите один раз Customer Acquisition Post, он потом 10 раз кликнет, и вы эти 10 кликов продадите. Паша, объясните людям, что такое Дурвей. Я думаю, что не все, кто нас смотрит, понимают. Ну, вот я пытаюсь как раз объяснить. То есть, ты делаешь промежуточную страницу, ты один раз платишь за привлечение клиента условно доллар, а потом эту страницу обвешиваешь рекламой, так, чтобы каждый клик на нее дал тебе в общей сложности, там, 3 доллара, да, и вот ты арбитаж за доллар купил, за 3 продал. Здесь, в принципе, очень такая же схема, и вы должны понимать, там, 10-15 лет назад это было очень популярно. Сейчас таких ресурсов, которые оптимизируют каждую копеечку этого трафика, огромное количество, соответственно, вы никогда не сможете построить из этого большой бизнес. В определенный момент упретесь в то, что ваша цена привлечения получается такая же, а то и больше, чем то, что вы можете заработать на переходах, потому что вы конкурируете с собственными партнерами, для которых вы этот трафик собираете. И партнеры в какой-то момент поймут, что им проще напрямую этот трафик покупать, нежели чем у вас вы делаете, соответственно, с вами партнерствовать. То есть каждый доллар, который они вкладывают в вас, платя за ваши услуги, они отбирают у себя и своей стоимости рекламы, создавая себе конкурента. Поэтому все вот такие бизнесы построены по такому каталожному или метапоисковому признаку, в большинстве своих умерли, если у них нет какого-то постоянного источника трафика. А дальше, если трафик просто поисковой оптимизации собирать, у него есть определенные пределы. То есть эта модель очень красиво выглядит на уровне тысячи пользователей, на уровне ста тысяч пользователей она начинает разваливаться. Есть один сценарий, при котором этот бизнес может работать. Это когда у тебя есть очень сильная фрагментация поставщиков. Когда там крупнейший сайт, на который ты отправляешь трафик, типа 2% от рынка. Но если этого нет, то ты совершенно прав. Это просто нет value. Ты не добавляешь просто цены, что... Есть еще... Дима, я просто тебя поддерживаю. Не спорю, а наоборот поддерживаю. Вот именно если вы добавляете value. Если вы просто делаете маршрутизатор, ну, я не знаю, кто это будет вкладывать, потому что такой полубезнадежный проект. Понятно, чем, почему надо идти на ваш сайт и что там лучше, почему надо идти на Zillow, а не на 5 локальных сайтов, потому что хорошо сделано, удобно и информативно и так далее. Я бы рекомендовал посмотреть на историю Aviasales, например. Это метапоиск, номер один в России. И как они создавались и сколько лет росли, и что они по пути какие проблемы решали. А так сказать, я новый метапоиск, идея очевидная, если Aviasales зарабатывает деньги на метапоиск, давай я завтра тоже сделаю метапоиск. Но я же этого делать никогда не буду, потому что я понимаю, что... Потому что, я говорю, мы с тобой уже делали. это много лет работа, и там... А вы такие, ой, я придумал, недвижимость продают, значит, я на ней заработаю. Да, можешь заработать, но лучше пойти агентом работать и хорошо языком болтать и продавать недвижимость, и заработаешь больше. Когда я говорю про value added, я могу привести пример, допустим, у меня в Израиле проект Home Hero, который все тоже говорят, что будут международны, но пока что в Израиле, потому что они очень сильно обогатили контент. И плюс они сделали интересную схему работы, которая позволяет сильно потенциальному покупателю экономить на контент. Все. То есть есть эти точечки, можно вкладывать, и они на них и растут. И то им стать международным очень тяжело. Поэтому вам нужно подумать, где вы обогатите что-то. Они до снимают или что, делают портфолио недвижимостью, что они делают, Игорь? А, они делают, они делают этот, практически берут объект, они его полностью сразу делают, по нему контент, эксклюзив, закрепляют фрилансера, который с ним работает, и за счет этого у них в два раза ниже получается. Они растут очень хорошо, все нормально. это как бы получилось, ну, я тоже не считаю, что сильно масштабируем бизнес, это как бы эти real estate agency нового типа, Zillow из них не получится. Да, коллеги, я еще вам рекомендую изучить опыт компании Enormo, которая раньше называлась пропирация, они подняли там достаточно материальное финансирование, и в конце концов компания развалилась, вот она что-то очень похожее пыталась взяться. Ну, там были еще другие ошибки, кроме вот ваши, но для вас, я думаю, будет интересной кейс-стайли. Нет, ты умеешь наставить на правильное русло. Слушай, я, видишь, должен как-то с тобой конкурировать за то, чтобы нападать на проект. И это очень тяжело, потому что Игорь Станюк эту планку зверскую. Я понимаю, да, но видишь, как могу. Что ли, если бы высказывает нас как-то критиковать, он такой, типа, сейчас я вам. Я считаю, что Михаил там делает что-то особо, наверное, может она у него и в Латвии будет работать и в прилежащих территориях. Мне, например, очень любопытно, что меня сильно заинтересовало, мы этого не коснулись. Я с удовольствием на это посмотрю. Там, где говорилось, что я, допустим, прихожу в Латвию и шу там по-русски. Вот это я очень хочу посмотреть. С удовольствием с вами на это пообщаюсь, а в ответ обещаю вам подсказать, как делать, как не наступить на какие-то грабли, на которые вы явно собираетесь. Да, я вам рекламирую Игоря Рябинького. Он до того, как занялся венчурными инвестициями, он огромный инвестор в недвижимости, он там все понимает вообще. Но, не говоря, я тебе сообщу, в Латвии нет недвижимости. Там недвижимость есть, а рынка нет. Рынка, ну, в смысле, нет ликвидности, нет ничего. Понятно, спасибо. Михаил, спасибо. Да, поехали дальше. Пока следующий у нас появляется, еще раз напомню, ребят, что у нас есть ВСИ Кухня, мы активно ждем ваших новых питчей, присылайте, будем вам рады, ну, и имейте в виду, что вы приходите к настоящим волкам, а не к друзьям, которые будут сидеть тут говорить, как у вас все классно. Это дейтик. Всем привет. А как назывался предыдущий проект? Алле, Голя. Алле, Голька. Алле, Голька, как назывался предыдущий проект? Потом напишут, хорошо. Ну, ладно, да, потом напишут. Давайте, Джоб-Джоб, три минуты. Всем привет, презентация видно, да? Да. Ага, ну, все, меня зовут Семен, я вот представляю мобильное приложение Джоб-Джоб. Что ж, поехали. В каждом городе и регионе есть люди, которые могут понадобиться разовые работники очень быстро. Есть люди, которые готовы оказать услуги, чтобы подзаработать. Как в народе говорят, борются за халтуру. И чтобы пытаться решить свою проблему, они должны рыться в разном досках объявлений или узнавать через знакомых. Анар Сербис позволяет этим людям находить друга моментально. То есть, заказчик что нужно сделать и сколько он готов заплатить. А исполнитель находит из ленты подходящей для себя работы. Мы запустились год назад в городе Якутске, сейчас работаем только тут и мы растем. За год наше приложение установило более 40 тысяч людей. Это 10% всего населения Якутска. Имеем 40% активных пользователей. За год было опубликовано более 24 тысяч заказов и с ним 95% выполнены. С февраля по май месяц количество заказов увеличили в 4,6 раза. Если в феврале у нас было 340 заказов, то в мае 15905. А в июне вот за 2 недели набрали 1465 заказов. Там рейт у нас равен 25%. Средняя стоимость клиента 14 центов. И за год мы потратили около 36 тысяч долларов. В ближайшие 3 месяца будем оминетизировать сервис. И на этой поре у нас появляются конкуренты сервисы вроде ЮДУ и КОПЕРУ. Но эти сервисы очень жесткие к пользователям. То есть они берут деньги с исполнителей за один только отклик к заказу. Это минимум 75 рублей. И неважно выбрал ли тебя заказчик или нет. Деньги исполнителей не вернут. А у нас монетизация будет более лояльной. Исполнитель покупает подписку в среднем на неделю за полтора доллара и будет иметь неограниченный доступ к заказам. Исходя из лояльности итог исполнителей должен быть небольшим. Если с нами останутся 50% исполнителей, если каждый из них хотя бы будет один раз в месяц брать подписку на неделю, то в месяц наш доход будет равен 5000 долларов. Это в ближайшие полтора года мы планируем расширяться и выйти на города Дальнего Востока, Сибири, иностранность Средней Азии, а также попробовать одну из стран Юго-Восточной Азии. Как вариант рассматриваем Малайзию. И для этого мы ищем инвестиции до 600 тысяч долларов в 10-15 процентов доли компании. Эти деньги будут направлены на маркетинг, на развитие, а также на команду. Наша команда сформировалась более 10 лет назад. Все мы играем в одной группе. Это нам помогает создавать и творить. Я сам раньше занимался спортом, являюсь кандидатом мастера спорта по кикбоксингу и как основатель и как руководитель команды. Я уверяю, что мы умеем держать удар, умеем приспосабливаться в бою и знать, что любые победы достигаются огромным трудом, упорством и желанием. В конце вот бонус. А налоговая к вам приходила хоть один раз? Нет, еще нет. Ну, мы пока не зарабатываем из-за этого. Ну, а если она придет, что угодно делать? Как вы объясняете те деньги, которые вы выплатили или через вас проходят? Да, мы выступаем как платформа для пользователей. То есть, они договариваются напрямую, оплата у них тоже напрямую между собой. Мы просто как платформа выступаем. А так, налоги мы будем платить, но свои налоги. А вы с них берете комиссию? Нет, комиссию не берем. Они покупают подписку исполнителю, чтобы получить доступ к заказу. Окей, а если исполнитель плохо выполнил заказ? Да, ну, для этого мы в функции стать проверенным исполнителем и мы проверяем паспортные данные заказчики всегда оставляют отзывы, рейтинг, все такое. Давайте с Тюмени вообще и растите, если у вас там все хорошо. Якутск, по-моему, нет? Да, Якутск, город Якутск. это родина единорода в Татшетсе. Я уже один раз пропустил, потом логоть списал. На скейк аппликации очень много, на скейк 20 человек называть, поэтому я бы сказала, что если на местном рынке в вашем локальном таких аппликаций нет, то по крайней мере эта модель здесь подтвержденная, что на этом компания деньги зарабатывает. У меня вопрос, если то, что уже есть, то на скидку 20 сразу можно узнать. Если мне решат, то я снимаю это дело, что вы будете делать. Да, да, я вот на презентации показал наших конкурентов внутри России. Это сервис Юду и Profi.ru, да, вот у них монетизация очень такая жесткая. Они вот берут деньги с исполнителей за один только отклик. Допустим, я вижу заказ, я хочу отправить свою кандидатуру. Я нажимаю кнопку откликнуться и там минимум за 75 рублей. неважно, заказчик меня не выберет и деньги мне не вернутся. Извини, ты путаешь, я как первый инвестор Profi собрать не так. Если заказчик не увидел ваш инвестор, я тебе не скажу, но в Profi никто не берет деньги с исполнителя и заказ не состоялся. Нет, я проверял. то же самое в YouTube. Мы инвесторы в YouTube. Тихонечко, я как текущий инвестор и член Совета директора Profi тебе скажу, что ты немножко отстал. У нас лиджем, поэтому сейчас уже мы получаем за лиды. Поэтому информация стоит. Это то, с чем боролись к этому вернулись? Знаешь, да. На самом деле не по всем вертикалям, но по многим вертикалям это так, да. Типа похититься и так далее вернулись, понятно? Семен, совет от старого кикбоксера, более молодому кикбоксеру. Слишком большую сумму, на мой взгляд, ты пытаешься поднять. Я думаю, что гораздо лучше попытаться поднять меньше, ну просто очень нереалистично. Я не знаю, может Игорь Рябенький со мной не согласится и прям... я с тобой как раз согласен. Здесь не нужна большая сумма. И это не сумма венчурная, местные какие-то там ангелы, кто-то, местное сообщество тебя и поддерживает. Потому что у тебя проект чисто местный. Если у вас есть уже план идти по местным ближайшим городам, все равно, я думаю, это надо за счет небольших чеков. Потому что вы просто, во-первых, по показателям не соответствуете суде, а во-вторых, я не уверен, что вы сможете нормально потратить, просто будьте сидеть, займете деньги, потратите, а результаты не будет. Не, слушай, для такого проекта это модель Додо-Пицца. То есть, ты забери свой город сначала. Ну, давай так, моя первая инвестиция в профи, сейчас боюсь соврать, была то ли 200, то ли 300 тысяч. Что-то вот такое. Так это в профи, а у них были показатели к тому моменту, когда они к ним пришли. Ну, не то, что на ноль, а на ноль-ноль-ноль уже выше, чем у данного проекта. Им это хватило, чтобы долететь до граунда от серьезных векций. Ну, слушайте, я вам скажу, что если вы конкурируете с Егором Руди, фаундером профи, то я вам скажу, что вы прям, ну, на уровне боксера, а он шахматист. Вот, если Егор увидит, что... Боксер тоже шахматист в своем, это... Слушай, что пугать, Егор, конечно, великий, но у него везде руки не дотянутся, поэтому я думаю... вот у нас, да, у нас вот, у нас планы пойти по регионам, по мелким городам и по развивающимся странам. У Егора таких планов нет, да. Это стратегия Арсена Томского в борьбе с... да, да. И это, кстати, смотрите, эта стратегия может работать. Да, конечно. Я в свое время, когда занимался еще там этим, у меня была фирма консюм электроник, мы покрывали большие города, нормально, в общем-то, а потом пришел Игорь Яковлев с Эльдорадо, и он пошел наоборот, то есть я шел из центра, а он пошел из маленьких городов, и он сделал гигантский Эльдорадо, там была капитализация 4 миллиарда и так далее. Так что эта стратегия может работать, только надо начинать локально, по местным шеям, и постарайтесь не только ценой, потому что, видите, я когда был инвестором профи, они не брали деньги, как вы сегодня, а вот Дима, который там инвестор сегодня, он, говоришь, начали брать, значит, это не просто так, значит, инди-экономика не позволяла не брать. Я бы, честно говоря, я бы взял Егора на 5%, говорил его, Егор... Он не пойдет, что ты... Ну, я бы так сделал. Ну, взял бы, а кто бы... Ну, что-то... Хорошо, ладно, я... Ты с Егором недавно рыбачил, поэтому может тебе свеже светить. Семен, но я бы со своей стороны вот именно повторил то, что Игорь Рябенький сказал насчет вот эту историю, насчет того, что идти из регионов туда. И очень важный момент, очень часто бывает такая ситуация, когда есть инкамбент, вот кто-то такой большой, крутой, этот инкамбент, ну, ты это отлично знаешь, он часто не видит то, что вот там дальше, да, вот как вот у нас к нам пришел такой малюсенький, прямалюсенький эстонский и сказал, ну, сначала другое сказал, ну, там довольно скоро сказал, будем конкурировать с Uber. И действительно, ну, они там не победили Uber, но они всего лишь там где-то одна пятая шестая от Uber с капитализацией 2 миллиарда. да, и еще вот в App Store, да, вот, вот наше приложение, вот, ну, в один момент, вот, ну, обогнал Uber, там, и Яндекс, и еще, еще вот, по руке. Такие бывают вспышки, это не значит, что это будет долг. Семен, спасибо большое. Поехали дальше, ребят. Давайте следующее. А сколько у нас еще осталось компаний? Две или три? Олег, Оля. Ольга, Олег, сколько компаний осталось? Ну, Саш, ты чего? Три. Окей. Саш, тебе не интересно, чем мы занимаемся? Или... Мне очень интересно, поэтому я думаю. Подожди, о, ты в шляпе, да, я просто тебя потерял из вида. Я тут снимаю, мне в личку пишут, на день назад, поэтому сижу. Прямо тут требует, почему Саша не в шляпе, мы просто... В шляпе, в шляпе. О, девушка пришла. Здравствуйте. Да. Привет. Жду, когда дадите слово с нетерпением. Вперед. Супер. Спасибо. Давайте. Меня зовут Катя Дмитриева, я из FaceMetric, а сейчас расскажу вам, что же это такое. Я очень надеюсь рассказать. Так, секунду. Мы дождемся, когда... Да, простите, пожалуйста. Ничего, ничего, бывает. Ух, что за кот у тебя, Игорь? Как зовут-то? Демон. Прекрасно. Демон революции. Где у нас? Где у нас? На вопрос, где у нас стартап котики, отвечает Игорь Мацанюк. Я готова продолжить, я прошу прощения за накладку. Готовы? Да, да. Итак, FaceMetric. Начнем с проблемы. Мы знаем про посетителей онлайновых магазинов практически все. Кто они, откуда, когда заходили. В общем, полная аналитика. Про оффлайновые магазины мы все это обычно не можем узнать. Если в магазине есть развитая программа лояльности, то да, про покупателей мы можем действительно многое увидеть, но не про посетителей. И, например, для торговых центров такая история не подходит. А информация о поле, например, посетителей, об их возрасте, о том, в каком они настроении, первый раз они пришли или заходят каждую неделю, это важная информация для проведения разных маркетинговых активностей. И наше решение как раз не только точно посчитает посетителей, исключит сотрудников из расчетов, посчитает, сколько визитов было повторных, первых, даст полную развернутую аналитику по полу, возрасту и настроению. Это все позволит маркетологам не просто по ощущениям какие-то решения принимать, запускать маркетинговые активности, промо-акции, управлять ассортиментом, а основываясь на данных. Как это все работает? Это компьютерное зрение, это туманные вычисления, интернет, интернет вещей. Итак, сначала наш программно-аппаратный модуль с видеокамерой получает информацию о посетителях, обработанную, предобработанную картинку передает в нейросети и после анализа нейросетей вы видите, конечно, уже аналитику в тех разрезах, которые вам интересны, то есть те отчеты, которые помогут вам в принятии решений. Про нашу бизнес-модель. Мы вообще уже продаем наш продукт, у нас есть продажи, наша подписка стоит от 400-200 рублей до 10-600, в зависимости от опций. инсталляционные платежи мы сейчас берем, то есть мы сейчас берем за оборудование, за инсталляцию, но сейчас как раз прорабатываем модель полностью уйти от вот этих вот инвестиционных, инсталляционных платежей и полностью на сервисную модель, то есть оборудование передавать тоже как сервис. у нас, как я уже сказала, есть продажи, но у нас такая история, что мы вообще, FaceMetric, это вообще платформа видеоаналитики, мы разные проекты по видеоаналитике делаем, и этот, ну, как лишь один, и целенаправленно вот его продвижением мы занялись только сейчас, поэтому во многом цифры расчетные, но уже там с определенным опытом. Я не стала прям план приводить, приводить, но там какие-то ключевые цифры, мне кажется, примерно показывают картинку. Инвестиции мы планируем привлекать в следующем году, пока на собственные средства и на грантовые средства мы развиваемся, но в следующем году мы думаем о выходе на международные рынки, вот, соответственно, это нам могут потребоваться инвестиции. Если говорить о том, чем мы отличаемся от конкурентов, конкурентов сейчас на рынке очень много, и можно говорить об отличии по технологии, как мы с вами говорили. Время, извините, время. Да, мы единственное на рынке даем гарантию точности распознавания и сервиса. Время, время, время. Да, все, окей, спасибо. Спасибо. Самое важное я сказала. Я правильно понимаю, что это, там, пример какой-то гранатовецкой такой истории, когда или уже там это даже не пивот, это сплит какой-то, спин-офф, точнее, не сплит. Это не спин-офф, это будущее спин-офф. Это пока еще не спин-офф. Да, это спин-офф из того, что вот мы такие сидим и на самом деле дама говорит там очень красиво, такая спокойно, у нее все в жизни хорошо, мне ничего не надо, мы все равно там денег поднимем и что-то берем. Ну, я что-то не понимаю, это венчурная история? Как, вот, Игорь, как ты думаешь, это венчурная история? Ну, сегодня, сегодня сто процентов нет, потому что это внутреннее предпринимательство, грубо говоря, они там делают какой-то, ну, есть какая-то фирма, которая чем-то занимается и они развили какое-то направление. А чем-то фирма занимается? Откуда? Я тем же самым компьютерным зрением у нее распознавания. Это платформа, да, это платформа видеоаналитики, и мы делали разные проекты по видеоаналитике, в том числе и по подсчету, и сейчас просто вот это решение выделили и решили двигать именно его. Ну, кстати, грант мы получили вот не на это решение, а как раз на развитие платформы, просто средством, то есть, извините, да, извините, по поводу гранта Ешки, вот недавно я тоже этот термин услышала, и, наверное, наше принципиальное решение грантов, ну, скажем так, мы очень постараемся обойтись дальше без грантов, потому что нам важно показать деньги, которые мы зарабатываем. Что бы, еще раз говорю, вы презентуете нам проект, а говорите о каком-то большом бизнесе, ну, как вы думаете, что он большой, в сфере видеоаналитики? Я говорила о большом. Вы куда грант получили? В этот проект? Или в… Нет, на развитие платформы. Что такое платформа? платформа видеоаналитики это, ну, вот, та самая архитектура, про которую я рассказывал. Короче, есть большая компания, у которой есть какая-то платформа видеоаналитики, на нее получен грант, а еще они параллельно на базе этой платформы сделали вот такую вот штучку. Вот и все. Ну, так вот, совет, Екатерина, если вы хотите это каким-то образом увидеть в венчурной плоскости, у вас будет несколько шагов. Первое, значит, это должно быть отделено от большой компании. Второе, если эта большая компания каким-то образом является поставщиком технологии, то это будет очень трудно опять все равно быть венчурной истории, понимаете, да? То есть, это либо это отдельный проект, который живет сам по себе и может аутсорсить там это распознавание у кого хочешь, либо это просто придаток большой компании, когда не надо его называть стартапом и то и то имеет право на жизнь. Есть много больших компаний, у которых есть внутренние проекты, просто ну, у них другие законы и финансирование разные. Ну, я не очень поняла, откуда сложилось впечатление, что мы все-таки большая компания, но вероятно, из моего утверждения, что пока нам денег хватает на текущие. это может быть небольшая компания, но если вы занимаетесь другими вещами, то как бы надо как-то это разделить. Я согласна, да, да, да. Это так. Но видеоаналитикс это очень большая тема, и я верю, что там все равно еще место для игроков найдется. Но вот то, что вы остановились на теме, чем же вы лучше всех, если можно повторить эту часть. Я вот не до конца не могу, вы управляете, потому что игроков на этом рынке в мире точно много. Очень. Что уникального? Да, с точки зрения технологии мы действительно отличаемся от очень многих игроков за счет нашей архитектуры, которая позволяет не гнать видео через широкие каналы, а мы вот за счет предобработки изображений, там где камера, мы пересылаем 50 килобайт, килобит достаточно канала. Это с технической точки зрения. Но мы разработали систему, дело в том, что вот когда стоит видеоаналитика, она часто не очень стабильна. И это объясняется тем, что вот эту камеру там банально кто-то кнуть может. Как у нас был случай, баннер повесили, перегородили, а это значит теряются данные. И мы разработали систему мониторинга качества точности распознавания. И вот мы это контролируем, и за счет этого мы в договорах прям прописываем вот этот показатель. Никто на рынке так не делает, и у нас уже есть в этом плане наработки. Вот, наверное, ключевая. умная девочка. То есть вы через баннер смотреть можете? Ну, они все могут. Нет, мы можем проактивно сообщить клиенту, что у вас какие-то либо неполадки с оборудованием, либо заградилась картинка, либо что-то еще. То есть вы хотите сказать, что другие решения, они не замечают, когда у них проблемы с картинкой, они не распознают. Они не мониторят эту штуку. Они не мониторят эту штуку, они узнают. Вы добросовестно заблуждаетесь и рассказываете тут людям, которые уже на видеораспознавании зубы съели, у всех куча проектов на эту тему. И у нас у всех стартаперы просто проект придумки. Они не понимают, что если камера не работает, то ее надо починить. Во всяком случае, как мы посмотрели весь рынок, обычно на дальше поставки этой системы какой-то такой работы нет. Ну, окей, я услышала. Вы смотрели не тот рынок. Что вы знаете, например, по поводу распознавания лиц в Китае? Что делает Денцент? Да, мы немного знаем про распознавание лиц Китая, знаем, что это сильная история про распознавание. Там есть нюансы, у них нейросети больше обучены на их лиц, на азиатские лица наши нейросети больше обучены на европейские лица. Для того, чтобы выйти на другой рынок с другим типом лица, необходимо определенное время потратить на развитие системы. Ну, надо нейронки просто скормить достаточно видео, и все нормально. Да, то есть просто у нас система в определенное время развивается и обучается, чтобы нас догнать. вам три человека сказали по очереди, что вы городите чушь. Ну, потому что не бывает ничего такого уникального. Вы не супер, вы не, не знаю, Гарвард, который там веет. Мы не претендуем на Гарвард совершенно. по своей подаче информации вы претендуете на Гарвард. Но не являетесь. Поэтому вам идти в политику надо. Не надо вам стартам. Но вам надо идти вот это чтобы горожане у нас будут супердороги там. То есть у вас ровно тембр голоса политический. Я рекомендую вам идти. Может, в продаже, Игорь? Нет. В продаже на коммуника. Что, простите? разрушил. В продаже можно. Хорошо, спасибо. Очень хорошо убеждается. Екатерина, мне тоже кажется, что и цепкость есть, и способность убеждать, и коммуникабельность. И плюс, наверное, там поздно, где вы сейчас находитесь. поэтому я наверное еще быстрее. Но общий совет такой действительно. Тут же как бы тут такие сидят волки. Мы через кучу всего этого проходили, мы все это смотрим профессионально. С утра до вечера мы смотрим на большое количество проектов и как бы отметаем. Поэтому мой совет всем пытаться брать для себя что-то полезное из того, что мы говорим. Да, хорошо, конечно, я с этим пришла. Вы конкретно представляете, да, то есть вы представляете, как вам кажется чью-то технологию, поэтому из того кидага, который мы все вам даем, то может быть вы себя подключите к какой-то другой технологической компании, у которой реально какая-нибудь замечательная крутая технология, и вы будете великолепным ее продавцом. Вот я думаю тут не пропали мы делаем. Я с удовольствием Екатерину на работу возьму вообще завтра. Вот все. Сейчас в итоге Игорь Мацанек схатит Екатерину. Проект не продали, но работу нашли. Это крутяк. Спасибо. Спасибо большое. Я уже поверил. Это было необычно. Ребят, пока следующий готовится, я еще раз напомню, что во-первых, мы ждем проекты, во-вторых, мы с замечательными волонтерами пытаемся все эти проекты отбирать. Приходите и помогайте нам, если вы способны это делать. И в-третьих, мы строим офигенский сайт стартап котиков, где будет много интересного. Скоро об этом расскажем. Давайте. О, велик. Прикольно. Изобрели. Улучшили. То, что мы ждали, Игорь. Да, наконец. Окей, окей, три минуты. Да, здравствуйте, меня зовут Андрей, стартап Urban Cycles. Мы делаем отличные городские электровелосипеды. В отличие от обычных велосипедов, электро помогает пользователям, делая самопоездку более легкой и быстрой. Но электрификация имеет свою цену. Современные электровелосипеды громоздкие, тяжелые, они дорогие, более подвержены кражам, а их обслуживание это настоящая головная боль. Мы придумали технологию адаптивного управления двигателем. Ее основной принцип в том, что наш электровелосипед умеет точно определять, когда и сколько помощи нужно пользователю во время езды. То есть двигатель помогает не 100% времени, как это у других, а выборочно. В основном только когда тяжело ехать, например, под горку или против ветра. Это повышает эффективность использования батареи. К примеру, наша батарея на 30% меньше, чем у конкурентов, но имеет такой же запас хода. Ее мы смогли незаметно спрятать внутри рамы, но также сделали съемной, чтобы можно было удобно заряжать. Использованные эти технологии облегчают электровелосипед, делают его более простым в использовании и обслуживании, а также удешевляют. Но делать классные электровелосипеды это половина задачи. Мы упрощаем пользовательский опыт с помощью мобильного приложения. Настройки велосипеда, удаленная диагностика поломок, поддержка и запись на техобслуживание, все в приложении и всегда под рукой. Продавать будем напрямую через наш сайт и мобильное приложение. Дополнительно предлагаем годовые подписки на полное техобслуживание, а также страховку от краж и повреждений. Сами услуги предоставляют партнерские страховые и веломастерские, мы лишь делаем их доступными в один клик. Мы решили не использовать традиционные каналы дистрибьюции, продавающие из дилеров, учитывая, что их наценка обычно составляет 40%, и есть некий конфликт интересов, когда дилеру выгоднее продавать более дорогие продукты. Мы же сами хотим отвечать за маркетинг и customer experience. В июле выпустим инженерный прототип, с которым в августе-сентябре пойдем на Kickstarter, где быстро провальдируем спрос, после будем постепенно расти, выходя на рынки европейских стран. Вначале запустимся в Скандинавии, чтобы проверить go-to-market, планируем привлекать первых пользователей через платную рекламу в соцсетях, а также выстраивать affiliate community. Когда проверим рыночные гипотезы и оточим бизнес-модель, начнем масштабироваться на основных рынках. У нас молодая, но разносторонняя команда, мы очень горим идеям, хорошо подготовились для старта, уже сделали MVP, проверили технические гипотезы, подали заявку на патент для механизма доставания батареи, а также подготовились supply chain модель. Сейчас поднимаем прессид раунд, основная цель это запуститься и получить первые 500 предзаказов, плюс у нас есть возможность удвоить финансирование благодаря грантам и кредитам, которые предоставляет Финляндия в поддержку инновационных стартапов. Спасибо за внимание, жду ваших вопросов. У меня вопросов пары. Первый вопрос, при помощи вашего приложения можно подкачать колеса, возьмерки и вправить? Нет. Это самое главное облегчение, я уже не покупаю. Смотрите, я понимаю, из Украины, откуда-то я из Украины, но... Но номер телефона финский. Ну я 8 лет уже проживаю в Финляндии. Просто я к тому хотел сказать, что он на Украине как же... У Дениса, по-моему, он уже изобретал велосипед какой-то крутой. Данила. Данила. Данила там. Да, да, да. Перепутал. Данила Танкопи, да. Да, да, да. Он уже изобретал велосипед и даже где-то его там производят и используют для доставки. Это не что-то подобное тому, что вы забываете? Нет. То, что электровелосипед это как и автомобиль. Бывает грузовой, бывает легковой. Мы делаем urban, ну то есть городские электровелосипеды. Это даже юридически считается по факту обычный велосипед. То, что разрывает Данила, это компания Далфаст. У них это ближе к мопеду, то есть там и регуляция полноценная, нужно номер, права. То есть это немножко другое. Андрей, смотрите, у меня ощущение, что все нормально. Вы получите и гранты на это, и правильный абсолютно подход идите на кикстартер. Единственное, по-саму, что на кикстартере, чтобы заработать, у него он положится хорошо. Но вот я ничего не вижу. Одно изделие нормально, которые будут разработали, продали на кикстартере, хорошо можете заработать, все, не вижу венчера представляющего. Очень много компаний, если сделать хорошие изделия, потом будет еще хлебать хорошие изделия, выставлять их опять на кикстартер, и так далее, это нормально. Ну и шопов этих померить уже столько, я просто реально не представляю, как можно еще какой-то один велосипед туда вклинивать. Даже я на кикстартер иногда захожу, допустим, не знаю, вот если удел рюкзак, они распустили новых, кто-то еще ну так далее. Кто-то любит купить велосипеды, нормальный подход. Делайте за это. Игорь, в том же Бостоне уже целый магазин есть, который называется Urban Cycles, уже начиная с этого, поэтому наверное на местном рынке это интересно. Была какая-то голландская компания, которая сделала очень похожие даже по виду какие-то очень сильно апскил, я вот пытаюсь вспомнить название, такие апскил, как? One Move. One Move. Может быть, не помню. Ну, просто очень много этого, действительно, и в принципе там, ну, как бы, должно быть что-то очень-очень сильно отличающиеся от того, что есть на рынке сильно, так сказать, лучше, чтобы как-то перелить вот этот литерат. Сергей, извините, пожалуйста, просто первый раз мы говорим по пичу обычно, а не по существу продукта. А, смотрите, смотрите, что меня парит на самом деле больше всего из тех молодых людей, которые приходили и конкретно в этом случае они занимаются ерундой изначально. Мы все понимаем, что они занимаются ерундой. Им не жалко, что они тратят время на то, чем они занимаются. Им надо либо пойти на работу, либо найти стартап, в который они будут involved, а потом сделают что-то. Пока это все выглядит молодым. не в этом случае уже точно. Мне кажется, что ребята сделали, ну, кранчущие набьют шишки и пойду чем-то заниматься. Но, по-моему, если они там верят, мы не вникали в продукты и не проводили сейчас в сравнении всех велосипедов, продадут они какое-то количество этих велосипедов, чтобы все изначально видно, что это не будет каким-то глобальным проектом. А я куплю, давай я, ты, уже два велосипеда. Они скажут, у нас есть трекшн. На местном рынке вполне нет. Почему нет? Если на местном рынке нашли нишу, ну, пускай. Вопрос в том, что дальше с этим делает. это у нас есть... Это, знаешь, о чем речь, Саш, о том, что он же умненький. Это видно, что он умненький. Это ерундой. Вот в чем вопрос. Игорь, смотри, эта тема у нас постоянно, кстати, интересная. Давайте следующую кухню может с этого начнем, потому что тема действительно очень интересная, что мы часто, как люди опытные, сами строившие свои компании, инвестирующие, инвестировавшие где большое количество компаний мы видим или думаем, что видим. Какие-то вещи яснее, чем другие. Действительно, иногда у нас возникает вот то, что Игорь, ты, Игорь Мацанюк, то, что ты довольно часто говоришь, что типа не занимайтесь ерундой и примените где-то. Но вопрос, а из-за того, что, во-первых, мы, может быть, не правы, такое тоже может быть, а во-вторых, даже если мы правы, убедить ли это человека, то есть люди что-то строят, как-то пытаются, и вдруг кто-то такой опытный бывал и говорит, ерунда, займись другим. Это вопрос. Ну, надо, наверное, как минимум, ребятам, которые мы считаем в такой позиции, хоть дать фидбэк. Мой фидбэк был бы такой, что, в принципе, такой бизнес построить можно, но он будет на территории, где он будет играть с гораздо более крупными игроками. Нужно будет поднять реально много финансирования, потому что там производство, инвентарь и так далее. То есть, ну, это, скажем, не самый простой способ зарабатывать деньги. Но, в принципе, там, теоретически нет ни одной причины, почему вокруг этого нельзя построить там долгосрочный бизнес. И мне кажется, вот в этом есть ценность, людям дать какую-то обратную связь, чтобы они там времени тратили, свою жизнь не тратили на какие-то вещи. Может, даже и не понимая до конца, в чем минусы того, чем они занимаются. Дима, я ровно об этом не говорил. Окей, тогда мы на одной странице. Давайте это в следующий раз обсудим, потому что это просто интересная тема. Я не думаю, что у меня есть там какой-то ответ, или что я знаю, как правильно и неправильно, но просто Игорь несколько раз эту тему поднимает, он, безусловно, имеет право и даже, может быть, и кучу пользы приносит этим, а может и нет. Давайте обсудим это в следующий раз. Окей, спасибо большое. У нас один, по-моему, остался последний, мы сильно-сильно по времени выбились. К Андрею у кого-то есть еще? Паша Черкашин молчит прям все это время. Паш, ты не хочешь что-то сказать? Ты прям совсем молчишь. Да нет, почему столько умных людей, зачем говорить просто, чтобы говорить, правильно? Давай. Ты нас подел, я так понял. Окей, спасибо. Хорошо, спасибо. Всем, до свидания. Приветствую. Меня слышно? Да. Да. Меня зовут Анатолий, я CEO стартапа Scrooge. Все больше бизнесов уходит в онлайн, и это дает множество возможностей, но также и ряд угроз. Как показало исследование, у текущих процессов и процедур финансовых учреждений существуют пробелы, которые позволяют использовать поддельные документы, а также чужую личность, для открытия счета или получения кредита. И это касается не только мошенничества, это также приводит к штрафам. Например, в 2000... Сори. Да, в 2019 году финансовые учреждения были оштрафованы на 10 миллиардов долларов за несоответствие АМЛ и КФС. КВС. Наше решение позволяет сделать процесс идентификации в реальном времени. Мы сравниваем данные, мы получаем данные с биометрического паспорта и сравниваем его с локальными и интернациональными базами, а также с фотографией, полученной с телефона клиента. И это гарантирует подтверждение личности клиента. Мы предлагаем два варианта решения. Первое, это упрощенное, когда мы считываем только данные биометрических документов. И это решение возможно использовать, например, travel insurance агенты или, например, авиакомпании для регистрации на рейс. А также усложненное, это верификация пользователя с помощью наших баз и дополнение сравнения с фотографиями. На данный момент более 100 стран уже выпустили полтора миллиарда биометрических паспортов и три миллиарда ID-карт. И около двух миллиардов долларов в год тратится на подобные решения финансовыми учреждениями. Это решение пришло к нам из прошлого проекта и на данный момент у нас есть решение, которое считывает данные с биометрических документов и мы проводим сейчас кастомер-девелопмент по поводу использования этой решения в финансовых учреждениях. Мы вот буквально на прошлой неделе начали этот процесс и это уже привело к пилоту с европейским необанком, который мы думаем завершить в августе, получить трекшн, получить деньги и дальше уже запуститься на более глобальный рынок. Чтобы сделать крутой продукт, мы собрали крутую команду с опытом в бизнесе, IT, страховании и финтеке. И на данный момент мы ищем контакты финансовых учреждений, чтобы понять, что им нужно и чтобы мы могли сделать тот продукт, который им будет интересен. Спасибо за внимание, жду конструктивной критики. Ну вот какой ад? Слушайте, а вот как-то про competition вы что-то совсем ничего не сказали. А вот competition как-то много. Какой сереж, какой competition? Ну а что? Объясните мне, откуда вы фотографии человека будете брать? Считывая биометрический паспорт, разве можно получить доступ к фотографии человека? Да. Мы получаем все. Да. Но мы это уже делаем. Это у нас работает. А кто решает это делать? Что значит вы просто это уже делаете? Человек. Ну, во-первых, считывание информации с паспортов это довольно ну как открытый процесс. Например, в китайских аэропортах стоят автоматы, вы просто подносите паспорт и вы регистрируете с нами. Ну это понятно. Там же просто метка. Там в этом там в этой штуке просто метка. А по метке ты вытаскиваешь данные из базы данных. А доступ к этой базе данных государственной кто предоставляет? Это у вас есть? Нет, во-первых, ну, это ну как бы не то, что это открытая информация. ну уже существуют такие решения. Вы сейчас можете скачать в Apple Store или там в Google Play приложение и считать эти данные сейчас в данный момент с вашей карты. То есть это не есть проблема. Ты чё? Просто с любой с любого паспорта ты можешь считать фотографию этого человека. Чужого паспорта? Да, чужого паспорта. Ты чё? Ну всё. Я просто спрашиваю, кто вам даёт доступ к своим паспортам? Вы же не государство, которое читает на границе. И пришлите, пожалуйста, ссылочку на приложение, хорошо? Да, очень интересно. Я тоже прям интересный. Я заинтересовала, да. Есть приложение, которое читается данные с кредитных карт. То есть это всё есть. Окей, Анатолий, тогда просьба будет через Олега и Ольгу прислать приложение. Действительно, я точно посмотрю. Давайте городских сумасшедших всё-таки отрезать. Почему такое название? Почему какая-то называется скрудь? Вы знаете, что это слово означает? Почему? Скрудь, название. Скряга. А какое-то имеет отношение к... То есть вы специально так его назвали? Объясните, почему? Ну, у нас был пилот и решили оставить название. Нам сказали, название не меняйте. Меняйте всё, что угодно, название хорошее. Кто сказал? Кто это он такой сказал-то? Не, кто этот твой хозяин? Кто тебе сказал? Всё, что хочешь. Не, ну, мне самому нравится это название. Почему нет? Оно что-то значит, или это просто красивые буквы в твоём, в твоей голове? То есть что оно означает и как это относится к сути бизнеса, который ты делаешь? Вот это мой вопрос. Ну, для данного проекта это просто красивое название, да. Красивое, ха-ха, скрямо. Ну, какой запоминающийся. Вы в американце какого-нибудь спросили на тему красивости? Просто пиздец. Слушайте, это уже детали. Давайте не это самое. Ну, ладно, да. Есть серьёзное подозрение, что это в целом не будет работать. Для меня это прям шок узнать, что можно любого человека. Я сейчас в AppStory смотрю, нет ничего такого. Я искренне не верю, что это возможно. И второе, ну, действительно, сейчас приложение для идентификации, так или иначе, там по фотографии, по документам, ну, триллион. То есть, понять, в чём, в чём уникальность инноваций. Наверное, если вы, как нашёл способ, как обойти, получить доступ во все государственные системы, ну, наверное, это сильное преимущество, но тогда просто здесь не перекажите, не работает. Есть много приложений интересных. Окей, не, но уникальность как раз, как раз и в этом, то, что мы, во-первых, берём информацию с чипа биометрического паспорта, который сложнее подделать. Соответственно, здесь уже отметается часть подделок, и никогда вы просто берёте распечатанный какой-то паспорт и показываете себя рядом с камерой. У паспорта нет самой фотографии, там есть только ссылка. Есть, есть фотографии, есть ваша подпись, всё есть там. Прямо на чипе записано? Да, всё на чипе записано. Какой объём данных там у этого чипа в биометрическом паспорте? Ну, it depends от... Ну, там всё это, всё это, всё это есть. Я верю, что там... Я просто не понимаю, как вы можете легитимный и легальный доступ к такой информации частной человеку... если эта информация на самом чипе, и, скорее всего, шифрования там нет, тогда, да, эта информация для всех открыта. Но мне казалось, что там чип содержит только просто ключ к этим данным, а не сами данные. Хорошо, у меня был большой вопрос, если это продаётся в необанке, а чип NFC, то где его, как его прочитать? Необанк, имеется в виду Необанк, это банк в мобильном приложении, то есть, соответственно, мы предлагаем для этого банка свой SDK, они устанавливают его в мобильное приложение, и любой клиент, который устанавливает это приложение, считывает документы и подтверждает своё идентичность. Ну, хорошо, Анатолий, мы тогда будем через Ольгу и через Олега ждать, что получим приложение и посмотрим. Игорь, извини, пожалуйста, так быть не может. Для того, чтобы ты стал клиентом банка, ты должен прийти со своим паспортом. Не-не, про него банк беречь, не туда и надо. Не-не-не, ну, Револют, например, вам не надо идти в отделение. Не, но всё равно ты по скайпу должен. Нет, нет, ты фотографируешь свои документы и всё. Да, ты фотографируешь, посылаешь. Я с Револютом открыл, да, не заходя в банк, Нет, ты себя должен сфоткать. Себя фотографируешь, фотографируешь документ и всё. Я тебя не фоткал. Нет, нет, я только паспорт послал. Я себя не фоткал. Ты красивый, поэтому... Даже первый уровень там до 1000 долларов, а дальше, если хочешь больше 1000, тебя попросят фото сделать. EVC полный. Я в Революте прошёл весь EVC в итоге. Ну, Игорь, не все в Революте держат миллиарды долларов. Каждый по миллиарду. Хорошо. Это уже как-то совсем поздно. Да, у нас ещё кто-то один остался или всё? Это, Саша, это у вас поздно. Всё. Всё, да? Ребят, ну, на этой замечательной ноте всем спасибо. Конечно, какой-то у нас очень забавный был. Сначала у нас была час, как мне показалось, ужасно интересная, очень бойцовская такая дискуссия. Потом мы хотели сделать сюрприз, но я понял, что я его не обсудил. Я обсужу сегодня со всеми ВИСи. Потом у нас было несколько очень серьезных разногласий с теми, кто делали питчи, скажем так, мягко. Вот. Я ещё раз всем напомню, что мы, начиная со следующей, десятой кухни, очень-очень сильно изменим качество наших питчей. Вот. Но все узнают скоро, в ближайшие дни. Вот. Я прошу всех, у кого есть желание нам питчить, идти через ВИСи кухню. Спасибо всем тем, кто поучаствовал. Вот. Активно участвуйте. Спасибо. Я не знаю, странный очень был такой, странная девятая кухня была с самого начала и до конца. Да, хорошо. Магнитная буря. Что? Что, Саша? Магнитная буря, говорю. Да, наверное. Да не, хорошая. Почему нет? Ну, в смысле, все устают, мы тоже устаем. Ну, вот такие. Всё отлично, мне кажется. Давайте. У нас через 7 часов солнечное затмение ожидается. Ну, и приветствуем Сергея Грибова и Бостон на его лице. Да, Дим? Секунду. Сейчас вот я сделал не-таки следственный эксперимент и реально смог фотографию своего паспорта считать через app. Поэтому, на самом деле, нас не обманули. То есть мы зря наезжали. А ты какую апп взял, кстати? Я скачал какой-то Real ID, что-то, Reader, что-то такое. За Read ID. А ты какую? За отдельные деньги буду раздавать А как же Impact Investing, Дима? Read ID. А, ну вот я то же самое, но я еще не успел проверить. Я сейчас маму его в чат пришлю. Ладно, ребят, давайте, мы уже рекламу. Есть кому-то что-то такое заключительное, интересное? Паша сегодня загадочный какой-то вообще, на нас даже не смотрит. Что ты придумаешь? Не надо... Не знаю, ты что-то обычно активный там, за что-то борешься. Сейчас что-то сидишь такое, наверное, пить. Глазами смотрят, может, двойку получил. Как ты задолбали. Что, Игорь? Глазами смотрят, может, двойку получил. Не знаю, что-то какой-то... Не знаю, ребят, что-то у всех у меня тоже сегодня как-то... Ладно, не придирайся к людям. Давай, все было хорошо, до следующей встречи. Спасибо. Саша, в шляпе вообще неотразимо. Я тебе, кстати, советую сделать... Да? Окей. Ну, я не хочу кухня вообще, тебе очень идет. Ну, Саша, я шляпу тоже куплю на следующий раз. Давай. Всем пока. В следующем шляпе на шляпах делаем, ребят. В следующем шляпе. Окей. Счастливо, друзья. Спасибо. Спасибо. Я очень рад видеть. Пока. Доброго. Вы классные. Олег и Ольга, вам спасибо огромнейшее. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok